В данном случае они не смогли бы устроить мне ловушку, нахмурился мистер Фу. Поскольку у них хватило смелости спровоцировать меня, ты тоже не будешь в безопасности. Поэтому, если отправишься в основную зону, подделай свою личность, чтобы не иметь со мной ничего общего. А что до инцидента с нападением на вас, расследование правительства ничего не дало. Снова спросил Лин Хуан. Прошел месяц, но до сих пор у них нет никаких зацепок. Это, собственно, и есть причина, по которой я могу с точностью сказать, что в правительстве есть шпион. Кто-то явно вмешался в процедуру расследования, мистер Фу был беспомощен. Могут ли это быть ваши враги? Лин Хуан не мог и подумать о каких-то других мотивах, кроме как о мести. Предположительно, мистер Фу больше не привлекает к себе внимания общественности, не пользуется выгодными отношениями или чем-то еще. Лин Хуан не мог придумать иной причины, кроме как желания отомстить. Большинство моих врагов погибли 800 лет назад, а новые могут лишь бить из-под тяжка. Мистер Фу знал, что Лин Хуан пытается определить причину, по которой на него напали. Они правда хотели меня убить, но это не из-за ненависти. Они хотят меня убить, потому что я – последний ложный бог в этом мире. Несмотря на то, что мое божественное естество было повреждено, я все еще настоящий ложный бог. Мистер Фу поднял голову и уставился на облако в небе. Они хотят знать, как стать ложным божеством, поэтому и пытаются меня убить. Мой труп многое значит для многих организаций и людей. Это чрезвычайно ценный исследовательский материал. Лин Хуан молчал. Внезапно он вспомнил персонажа Сюаньцзан из истории о путешествии на запад. Все монстры хотели мясо Сюаньцзана. Это не потому, что он сделал что-то не так. Это просто монстры жаждали долголетия. Это желание могло быть выполнено, если только они сожрут парня. В этом случае мистер Фу был похож на этого персонажа. Люди напали на него, чтобы исполнить свое простое, но эгоистичное желание стать ложным богом. Почему они решили действовать сейчас? Другой вопрос пришел Лин Хуану на ум. Мистер Фу не сталкивался с подобной проблемой в последние 800 лет и Лин Хуан задумался, почему же это произошло сейчас? Услышав вопрос Лин Хуана, мистер Фу надолго замолчал. Через 2-3 минуты он повернул к парню голову и разочарованно сказал, «Это потому, что жить мне осталось всего 3 года». Этот ответ ошеломил Лин Хуана и он погрузился в свои мысли. Мое естество было разбито во время битвы, что произошло более 800 лет назад. Я тогда был тяжело ранен. Дожить до сегодняшнего дня было непросто. Это, на самом деле, не секрет и многие знают, что я скоро умру, так что большинство просто ждет этого дня. Видимо поэтому те ребята решились устроить ловушку, потому что они боятся, что могут не добраться до моего тела после моей смерти. Да и другие причины тоже имеют место быть. Я уверен, что инцидент с нападением на меня имеет какое-то отношение к мировому правительству. События не удержать в тайне от общественности. Как только новость распространится, желание сделать это появится у многих. Люди понимают, что сильный тигр не в состоянии победить бесчисленное количество врагов. Не говоря уже о тигре, который вот-вот умрет. Мастер Лин Хуан понятия не имел, что сказать. Он мысленно связался с Сяхаем. Сяхы, есть ли какие-нибудь карты, которые могут восстановить божественное естество мистера Фу? Нет. Из-за ограничений, наложенных на авторизацию мастера, все возможности карт работают только на существах 2го уровня. Любое существо, обладающее божественным естеством, принадлежит к 3го уровню. Услыхав Сяхая, Лин Хуан оказался беспомощным. Немного помолчав, он вдруг вспомнил о вещах, что у него были и которые могли бы помочь мистеру Фу. Он немедленно их достал. Мастер, пожалуйста, возьмите этих сокрушителей богов. Если вас атакуют полубоги, это оружие может сэкономить вам немного энергии. Лин Хуан вытащил 5 из 6 пушек, одну оставив себе на всякий случай. Это мне не нужно, улыбнулся мистер Фу и покачал головой. Спасибо тебе за заботу. Однако это оружие неэффективно против полубогов. Оно может их просто замедлить, но не причинит им вреда. Присмотревшись к пушкам, мистер Фу удивился. Это же сокрушители третьего поколения? Где ты их достал? Это один из предметов, которые я нашел в руинах. Рассказал Лин Хуан, что это были за руины. С любопытством спросил мистер Фу. Мгновение поколебавшись, он решил рассказать все, что случилось с ним в руинах 5 Гогрейда. Выслушав его, мистер Фу долго молчал, а затем сказал. Я не знал, что ключ от руин, где произошла война, был у святых. Руины, где произошла война. Война, которая случилась 800 лет назад, расколола землю на части. Это случилось не из-за протоса. Это дело рук одного из его прислужников и нескольких подчиненных. В итоге мы не смогли убить их, поскольку в их телах была кровь истинного божества. Нам удалось их лишь запечатать. Я и несколько ложных богов запечатали подчиненных в одном из духовных вулканов. Теперь этот вулкан находится на территории 7 Годивизиона. Что до прислужника, который был самым сильным среди них, я разрубил его на 6 частей, которые мы запечатали в 6 разных местах. После этого, несколько полубогов, которые обладали хорошими навыками пространства, объединились со мной, чтобы создать 6 разных руин измерений. Руины, в которых ты был, судя по всему, одни из тех, где запечатаны его конечности. Правительство утратило два ключа. Один был от руин с запечатанной левой рукой, а второй – от правой ноги. Руины же, в которых на меня напали, там запечатана самая сильная часть прислужника – торс, ибо в груди находится божественное естество. Именно поэтому у меня ушло так много усилий, чтобы запечатать его снова. Слушая мистера Фу, Линь Хуан наконец понял, чья рука была запечатана в его карте. Глава 611, чтобы предотвратить хаоц, мы придумали ложь и сказали всем, что убили протоса, который вторгся в наш мир. На самом деле, захватчик не был настоящим протосом. Это оказался всего лишь прислужник божества. Раздражало то, что мы не смогли убить даже прислужника и его подчиненных. Нам удалось лишь запечатать их. Мистер Фу сожалел об этом, что отлично читалось на его лице. Протосы действительно настолько сильны. Линь Хуан слышал о них только от Суэло, но она мало что рассказала. Наше понимание реальных протосов ограничено. Мы знаем только то, что они имеют родословную истинного божества или даже выше. Достигая зрелости, они автоматически становятся ранга ложного бога, однако их способности сопоставимы с истинным божеством. Прислужники божества, телохранители протосов, которые обычно обладают могучими навыками, они как человеческие гении. Они элитная свита протосов. Что до слуг, то они вполне обычные, но их ранг высок. Они прислуга низшего ранга и выполняют черную работу. Я слышал, что у протоса, как правило, два прислужника и двадцать слуг. Поэтому даже один протос представляет из себя мощную армию. На нас напал обычный прислужник божества с двенадцатью слугами. Их хозяином было истинное божество с двенадцатью прислужниками и двумя сотнями слуг. Тот прислужник, что напал на нас среди двенадцати, находился в последней тройке по силе. Причина, по которой мы не смогли убить ни его, ни слуг заключалась в том, что в каждом из них была кровь божества, что даровал им их господин. Они не погибнут, пока кровь не будет уничтожена. Неужели нет способа уничтожить кровь истинного божества? Спросил Линь Хуан. Это сделать нетрудно, если ты ложный бог. Однако проблема была в том, что это сразу же ощутит хозяин. И тогда наш мир был бы обречен. Собери истинное божество всю свою армию. Линь Хуан наконец понял. Все произошло так не потому, что мистер Фу не имел возможности убить прислужника божества и его двенадцать слуг. Он просто не мог пойти на такое. Через несколько сотен лет какие-то сумасшедшие основали организацию под названием «Святые и истинный бог», которому они поклоняются. Это господин прислужника божества, которого мы запечатали. Они называют себя последователями истинного бога, а их цель – очищение грехов этого мира, что позволит божеству править тут. Они годами изучали, как уничтожить кровь истинного бога, чтобы призвать протоса. И много раз пытались распечатать прислужника, но их останавливали. Кучка идиотов, недолго думая, прокомментировал Линь Хуан. Все, что мы знаем, мы извлекли из памяти прислужника и двенадцати его подчиненных. Впрочем, доступа ко всей памяти мы так и не получили, поэтому наше понимание ограничено, объяснил мистер Фу, после чего махнул рукой. Мы отошли от темы. Давай поговорим о делах насущных. Жить мне осталось три года, поэтому за это время ты должен достичь хотя бы уровня императора и иметь возможность сражаться с полубогами. Я знаю, что это трудно, но ты должен стараться изо всех сил. В течение этих трех лет никто не посмеет тебя и пальцем тронуть, потому что не захочет навлечь на себя мой гнев, но как только я умру, люди станут безжалостны. К тому времени ты станешь их следующей целью, после того, как они получат мое тело. Только потому что ты мой ученик, и даже вне зависимости от того, знаешь ли ты, как я стал ложным богом, те, кто желает достичь этого ранга, тебя не отпустят. Лин Хуан прекрасно понимал, что после смерти мистера Фу, он станет мишенью. Я буду усердно трудиться эти годы и постараюсь достигнуть уровня императора как можно скорее. Становление ложным богом, на самом деле, далеко не секрет. Совершенствование до новой эпохи было совсем иным. Тогда нам не нужно было убивать монстров, чтобы повысить свой боевой ранг, мы просто культивировали. Пока мы это делали, наш боевой ранг увеличивался. Однако с тех пор, как первое око ужаса открылось, правила мира изменились и теперь людям нужно полагаться на убийство монстров, чтобы стать сильнее. В этом мире нет монстров ранга ложного божества, поэтому никто и не может стать ложным божеством. Наша культивация была трудной. Одним из факторов был талант человека, а вторым – потраченное время. Ты уже тренировал армейскую тактику, поэтому должен знать, как трудно достичь 9го уровня. Наша культивация начиналась с получения 10го уровня армейской тактики, после чего мы тренировали писание переплетенной души. Это была настоящая культивация. В старой эпохе было не так много могущественных людей. С другой стороны, в писании переплетенной души не было так много приемов. Разве полубоги не знают, что тогда культивация отличалась? Спросил Лин Хуан. Знают. Мистер Фу неловко улыбнулся и покачал головой. Но что они могут сделать? Даже зная это, они все равно надеются что-нибудь извлечь из моего тела. Более того, некоторые из них были в числе полубогов, которые культивировали вместе со мной. Поэтому они еще сильнее желают получить мой труп. Неужели нет способа прорваться к рангу ложного бога с нынешней культивацией? Лин Хуан был обеспокоен тем, что в будущем может застрять на уровне полубога. Есть два способа. Первый. Подстроить под себя культивацию старой эпохи. Для этого тебе потребуется освоить армейскую тактику до 10го уровня, а затем культивировать писание переплетенной судьбы, чтобы создать вторую систему культивации в своем теле. Второй способ. Отправиться в другое измерение и убить ложного бога. Все полубоги знают о двух путях развития, однако они недостаточно хороши для первого варианта, поскольку дальше 8го уровня армейской тактики тяжело продвинуться. Только некоторым из них удалось достигнуть 9го. Также мало кто хочет идти по второму пути, поскольку до сих пор никто из отправившихся в виртуальный мир так и не вернулся. Нельзя даже подтвердить наличие ложных богов в другом измерении, поскольку никто этого еще не доказал. Поэтому все, что им остается, искать лазейки. Мистер Фу отлично знал причину, по которой его преследовали полубоги. Я обнародовал армейскую тактику с тех самых пор, как обнаружил недостатки системы культивации. Мы тренировали армейскую тактику до 10го уровня, после чего изучали писание переплетенной судьбы, чтобы стать ложным божеством или даже истинным и не дать уничтожить мир, если в будущем на него нападут. Я попросил тебя стать моим учеником, потому что помимо твоего характера, ты далеко освоил армейскую тактику, что доказывало твой выдающийся талант. В последнее время ты не практиковал этот навык, но тебе нужно к нему вернуться. Как только ты достигнешь 10го уровня, списание переплетенной души активируется само. Если у тебя будет достаточно времени и ресурсов, ты сможешь повысить свой ранг до ложного бога или даже истинного. Я запомню это, кивнул Линь Хуан. Говоря об армейской тактике, я должен упомянуть моего первого ученика. К слову, ты мой второй, а до тебя я обучал мальца еще в старую эпоху. Звали его Мокуй. Он потратил всего три года, чтобы достигнуть 10го уровня армейской тактики. Его талант был выше, чем у гениев. Я всегда себя считал таковым, но лично я потратил пять лет, чтобы достичь 10го уровня. Мистер усмотрел на спокойное море, явно предаваясь воспоминаниям. Брат Мокуй. Не прошло и 200 лет, как он стал ложным богом, не менее могущественным, чем я, мистер Фу сделал паузу. Он погиб, пытаясь заблокировать удар прислужника божества. Если бы этот глупый ребенок был еще жив, он определенно уже достиг бы ранга истинного божества. Теперь оба замолчали. Примерно через 3-4 минуты удочка в руках мистеров удернулась. О-о-о, клюет. Теперь у нас есть продукты для обеда и ужина. Глава 612. Удочка мистеров У была необычной. Как только рыба потянула на себя, она изогнулась как лук. Улыбаясь, он подтягивал рыбу монстра, держа удочку одной рукой. Через полчаса она была окончательно истощена. Мистер Фу решил, что повеселился достаточно и вытащил чудовище из воды, и рыба упала на палубу. Только тогда Линь Хуан заметил, что корабль, не тот красный дьявол, которого он помнит, гораздо более крупный. Рыба потеряла сознание, когда упала на палубу. Багровая Аравана. Линь Хуан воскликнул, когда увидел монстра длиной в сотни метров, который занимала половину палубы. Багровая рыба дракон была небесным драконом, который занимал первое место среди своих видов. Такой монстр достигнет уровня императора автоматически, как только повзрослеет. Он очень сильный, пока находится в воде. Если бы концентрация драконии крови в его теле увеличилась до определенного уровня, монстр превратился бы в дракона, сравнимого с полубогом, и звался бы Багровым драконом. Думая о Багровом драконе, Линь Хуан сравнивал его с Чаркалом, который тоже был из драконьего рода. Теперь у Чаркала была дракония кровь высокого уровня. Он бы считался ложным богом, если бы его боевой уровень не был подавлен уровнем Линь Хуана. Мог бы бросать Багрового дракона как игрушку, и даже стать более могущественным, чем запечатанный прислужник божества. От этих мыслей Линь Хуану еще сильнее захотелось повысить свой ранг. Что это за шум? Люмин выскочил из каюты, когда услышал громкий удар и дрожь судна. Он был ошеломлен, увидев гигантскую Багровую Аравану. В этом районе есть только несколько Багровых Араван. Это третья, которую я поймал в этом месяце. Вам двоим так повезло. Мистер Фу усмехнулся, убирая удочку. Он встал, похлопал себя по груди и подошел к неподвижной рыбе, начав потрошить ее ножом. Менее чем за минуту рыба была очищена и нарезана на множество кусочков, а уже через полчаса была подана тарелка со свежим рыбным супом. Это было сытное блюдо, и Линь Хуан объелся. Люмин, сидящий в стороне от него, выглядел так, словно он был на третьем месяце беременности. Прошло много времени с тех пор, как я пробовал вашу кухню. Я ужасно объелся. Люмин был смущен. Прошло почти два года с тех пор, как я в последний раз пробовал рыбный суп мастера, сказал Линь Хуан. Буду готовить, пока вам нравится. Мистер Фу радостно кивнул. Для шеф-повара было достижением накормить своих посетителей до такой степени, что они не смогли бы двигаться. Отдыхай и хорошо переваривай пищу. Сялю. Позже будете с Линь Хуаном упражняться на мячах. Конечно, прошло уже почти два месяца с тех пор, как мы в последний раз тренировались вместе, сказал Люмин. Затем выпучил глаза, глядя на Линь Хуана. Ты уже достиг четвертого уровня. Да, всего несколько дней назад. Линь Хуан кивнул с улыбкой. А сердце мяча ты уже получил? Люмин думал, что это невероятно. Нет, я бы с удовольствием, но я не нашел ни одного монстра с этим навыком. Покачал головой Линь Хуан. Но как ты можешь быть таким талантливым в до меча без сердца меча? Люмин был ошеломлен. Сердце меча уникальный навык монстра, который был похож на сердце сабли. Оно ускоряло понимание всех навыков меча. Конечно, все зависело и от таланта человека. Линь Хуан всегда хотел найти трижды мутировавшего монстра с сердцем меча, чтобы извлечь его силу жизни. Но в 7-м дивизионе такого монстра не было, лишь дважды мутировавшие. Я потратил более 30 лет, чтобы повысить до меча до четвертого уровня с сердцем меча. Ты тренируешься только три года, верно? Люмин всегда гордился собой и чувствовал себя бесполезным рядом с Линь Хуаном. На самом деле, мне потребовалось меньше двух лет, подумал про себя Линь Хуан. Глядя на Люмина, он решил не говорить правду. Мистер Фу знал это и улыбнулся, не сказав ни слова. Поговорив некоторое время, они встали и собрались тренироваться, так как чувствовали себя полегче. Как только Линь Хуан вынул свой меч, Люмин и Мистер Фу заметили на лезвии трещину. Это был тот меч, который Люмин дал ему в присутствии Мистера Фу. Мистер Фу был потрясен, увидев трещину на высшей реликвии. А во, что за трещина на твоем мече. Люмин был еще более потрясен, чем Мистер Фу. Было совершенно невозможно повредить высшую реликвию, даже если он использовал древний меч на пределе возможностей. Я столкнулся с могущественным монстром в руинах. Это его работа. Я мог умереть в руинах, если бы не смог убить его. Линь Хуан неловко улыбнулся, объясняя. Даже я, скорее всего, не смогу повредить высшую реликвию. Потрясающе, что Линь Хуан вообще смог уйти от такого чудовища, подумал Люмин и решил не спрашивать больше. Мистер Фу посмотрел на Линь Хуана, впечатленный тем, что он сумел выжить. Есть ли способ починить этот меч? Линь Хуан не мог использовать древнюю реликвию до того, как достигнет уровня бессмертия. А это лучший меч, который у него был. Я дам тебе еще один, сказал Люмин и достал черный клинок из своего кольца сердца империи. Меч был полностью черного цвета с легкими серебряными узорами на рукоятке. Это Линь Хуан потянулся к мечу, но смутился. В конце концов, Люмин дал ему меч раньше, и этот черный меч был, очевидно, довольно дорогой высшей реликвии. Возьми, мы же семья. Не стесняйся, предложил мистер Фу. Это чернила. Я никогда не использовал его раньше, так как считал коллекционным предметом с тех пор, как купил. Не так уж и много мечей абсолютно черного цвета, как этот. Это будет честью для меча, чтобы его использовал ты, сказал Люмин Линь Хуану. Спасибо, брат. Линь Хуан взял меч, ни секунды не раздумывая. Нетрудно будет починить твой меч. Давай его мне. Я починю его и верну через несколько дней. Улыбнулся Люмин. Конечно. Линь Хуан передал меч Люмину. Некоторое время он осматривал клинок, после чего положил его в свое кольцо сердца империи. Затем он вынул еще один меч класса высшей реликвии. Хорошо, давай поработаем. Люмин посмотрел на Линь Хуана. Да, конечно. Чернила принял знакомую для Линь Хуана форму. Глава 613. Люминцы Линь Хуаном тренировались весь день под наблюдением мистера Фу. Они поужинали после шесть вечера. Отправив Люмина, мистер Фу попросил Линь Хуана остаться. В основном я позволял тебе делать все, что угодно в течение последних двух лет. Я не особо старался тебя учить, потому что ты намного талантливее меня. Было бы неправильно учить тебя, основываясь на собственном опыте, поскольку это могло замедлить твое развитие. Ты превзошел все мои ожидания, тем самым доказав, что я не ошибся. Конечно, я говорю не о твоих боевых навыках. Я имею в виду твое даоклинка, навыки побега и другие трюки. Мистер Фу решил, что у Линь Хуана должна быть какая-то секретная способность для побега, о которой никто не знал, основываясь на трещине на высшей реликвии меча, но он не стал на этом зацикливаться. У тебя свой путь даоклинка, твоих достижений люди обычно добиваются за десятки, а то и сотни лет тренировок. И пусть ты только построил крепкий фундамент своей культивации, впечатляет то, что ты сделал это всего за два года. Даже без сердца меча, я вижу, что в будущем ты будешь выдающимся мечником. Тем не менее, тебе предстоит еще многое узнать, чтобы стать по-настоящему сильным человеком. Оставайся здесь со мной, перед отправкой в основную зону. Я найду кого-нибудь для выполнения твоих дел. А если есть вещи, которые ты должен сделать сам, займешься ими после ухода. У меня действительно есть кое-какие дела, и было бы здорово, если бы вы нашли кого-нибудь сделать это вместо меня, сказал Линь Хуан и достал четыре кольца хранилища. В этом белом кольце находится 250 000 колец сердца империи. Мне нужно, чтобы кто-нибудь распечатал их. Здесь более 10 000 наборов реликвий уровня эксперта, 20 000 предметов реликвий уровня эксперта, 50 000 реликвий среднего и низкого уровня, а также 10 000 разных предметов. Я хотел бы продать их все. А вот в этом черном кольце, тела монстров, включая сотни монстров уровня священного пламени и 70 монстров бессмертного уровня. Продайте их все. Теперь зеленое кольцо, тут минералы низкого и среднего качества. Я не считал, но их там целые горы. Их я тоже хочу продать, сказал Линь Хуан и передал мистеру Фу четыре кольца. Награды, которые он получил в руинах, помимо некоторых высших реликвий и минералов экспертного уровня, Линь Хуан планировал продать в обмен на кристаллы жизни, поскольку Юичжин и остальные не хотели ничего ниже высшего уровня. Договорились они об этом еще находясь в руинах. Мистер Фу взял кольца, осмотрев их он покачал головой и улыбнулся. Здесь целое состояние. Кроме трупов монстров, остальное я разделю с друзьями. Когда они были в руинах, каждый собирал тела монстров, которых сам же и убил, а сокровища решили поделить. Я распределю предметы после того, как кольца сердца империи будут распечатаны, но мне нужен кто-то для взлома. Я готов заплатить. Тебе поможет мой надежный друг. Он взломает кольца за 10% от награды. 10% это дешево. Мой друг взламывал их за 30%. Линь Хуан выдавил слабую улыбку. 30% рыночная цена. Это мой старый друг, здесь все иначе. На самом деле мне даже не нужно платить ему, но это не честно, если он будет работать бесплатно, поэтому обычно я даю ему 10%. Если я дам больше, он просто откажется. 10% отлично. Спасибо большое. Линь Хуан был взволнован тем, что он сможет получить на 20% больше, чем рассчитывал. Мистер Фу положил 4 кольца в свое кольцо сердца империи и похлопал Линь Хуана по плечу. Хорошо, отдохни сегодня вечером. Мы начнем тренировку завтра. И не активируй функции связи и карты на твоем кольце, пока ты здесь. Хорошо, я понимаю. Линь Хуан знал, что мистер Фу не хочет, чтобы кто-либо знал, где он находится. Впервые Линь Хуан хорошо выспался, после похода в руины. Было уже 7 часов утра. Открыв глаза, он услышал голос мистера Фу. Как умоешься, спускайся завтракать. Линь Хуан выбрал комнату на вершине корабля ради прекрасного вида. Умывшись, он направился прямо в ресторан на первом этаже. На столе стояла еда, а сам мистер Фу в это время загорал на палубе. Позавтракав, Линь Хуан убрал кухню и вышел наружу. Покушал? Да, спасибо. Линь Хуан кивнул. Тогда за дело, сказал мистер Фу и достал предмет, похожий на пульт дистанционного управления размером с ладонь. Затем он нажал на нем кнопку. Внезапно пространство вокруг корабля исказилось, но вскоре все вернулось в норму. Линь Хуан заметил, что воды вокруг поменялись, а рядом появился островок. Искривление пространства. Линь Хуан был ошеломлен. Все корабли уровня полубога могут делать это. В этом нет ничего удивительного, небрежно сказал мистер Фу, но он гордился тем, что смог выглядеть круто перед Линь Хуаном. Учитывая твои необычные способности, первый оппонент, которого я выбрал для тебя, уже не монстр уровня священного пламени, а бессмертный монстр одинго уровня. Он находится внизу, под кораблем. Иди и сражайся, молодой человек. Мистер Фу решил, что удивил Линь Хуана, но не тут то было. Бессмертный монстр одинго уровня. Похоже, меня недооценили, у Линь Хуана было странное выражение лица. Испугался, монстр бессмертного уровня не так уж и страшен. Глядя на вчерашнюю тренировку с Ся Лю, тебе не составит труда убить бессмертного монстра одинго уровня. Хотя мистер Фу заметил, что Линь Хуан сдерживался, тренируясь с Люмином, он не знал, насколько сильно тот сдерживался. Однако, принимая во внимание то, что он показал ранее, он сможет победить бессмертного монстра дваго уровня. Он попросил Линь Хуана убить бессмертного монстра одинго уровня, чтобы он мог привыкнуть к сражениям с ними. Линь Хуан беспомощно посмотрел на мистера Фу и спрыгнул с корабля. В следующую секунду он взмахнул клинком и бессмертного монстра носорога один уровня разрезало пополам. Он вернулся на корабль после помещения тела монстра в свое кольцо сердца императора. Так ты скрывал свои способности вчера? Мистер Фу был ошеломлен. Я не специально, просто не хотел напугать брата Люмин. Линь Хуан кивнул и неловко улыбнулся. Значит, ты убил всех монстров бессмертного уровня в том черном кольце для хранения, которое ты дал мне вчера? Спросил мистер Фу. Да. Линь Хуан кивнул. Я думал, в руинах с вами был кто-то бессмертного уровня. Мистер Фу не знал, что Линь Хуан убил всех тех монстров, когда получил от него кольца. Итак, бессмертный монстр пять уровня. Это самый высокий уровень, который ты можешь убить. Я могу убить большинство бессмертных монстров пять уровня и сражаться с более слабым бессмертным монстром шесть уровня. Способности Линь Хуана возросли с тех пор, как он прорвался в дамича. Я недооценил тебя. Навыки Линь Хуана полностью превзошли ожидания мистера Фу. Он выглядел обеспокоенным, поскольку Линь Хуан неумышленно испортил первоначальный план, который у него был. Хм, тогда сегодня отдыхай. Мне нужно время, чтобы внести изменения в программу тренировок. Глава 614 в связи с тем, что мистер Фу недооценил Линь Хуана, ему пришлось внести изменения в программу тренировок, которую он ранее запланировал. Он оставил Линь Хуана на палубе и перед уходом сказал. Не волнуйся, если появятся монстры ранга полубога. Я активировал систему защиты корабля. Если кто-то из таких монстров приблизится, он атакует. Монстры ниже ранга полубога не смогут пробиться. Ах да, приготовь себе обед и ужин. Мистер Фу исчез на весь день и вернулся только посреди ночи. Тебе следовало бы сегодня хорошенько отдохнуть. Новая программа тренировок готова, и я верю, что ты запомнишь ее до конца своей жизни, ухмыльнулся мистер Фу. Этот месяц и так вышел запоминающимся. Не хочу больше незабываемых воспоминаний, для них у меня ограничены ресурсы мозга, хотел сказать Линь Хуан, но сдержался, ведь мистер Фу выглядел взволнованным. На следующее утро он приготовил завтрак еще вкуснее предыдущего. Впитывай да начнем пораньше, мистер Фу радостно улыбался, сидя за обеденным столом. Это специальный завтрак для приговоренных к смертной казни. Линь Хуан заметил, что улыбка наставника была какой-то странной. Он насторожился, полагая, что запланированные тренировки не будут такими простыми. После завтрака корабль появился над океаном, пролетев сквозь пространство. Однако на этот раз приземлиться оказалось негде. Не было ни острова, ни даже кусочка коралла. Что-то не так с местом назначения. Пробормотал Линь Хуан, оглядываясь по сторонам. Все так. Нужный монстр не на острове, а на расстоянии 12 тысяч метров ниже уровня моря, улыбнулся мистер Фу. Прямо под кораблем находится логово драконьих китов 5го уровня бессмертия. Там самец и самка. На этом этапе тренировки ты должен будешь убить двух китов за 24 часа и принести их трупы. Результат тренировки будет считаться провальным. Если ты не принесешь туши в установленный срок, причина не имеет значения. За каждую проваленную тренировку я буду забирать 10% содержимого из тех колец, что ты мне дал. Помнится, ты тогда сказал, что должен разделить награду с еще четырьмя людьми. Если проиграешь больше двух раз, то мало того, что сам не получишь оттуда ничего, так тебе придется еще и доплачивать друзьям. Я знал, что за этим восхитительным завтраком последует что-то страшное. Лин Хуан потерял дар речи. Он не ожидал, что мистер Фу окажется таким хитрым. Ах да, я хотел бы напомнить тебе кое-что. Это тренировка, просто разминка. Каждый следующий этап будет становиться все труднее и труднее. Мистер Фу улыбался так широко, что его глаза приняли форму узких щелок. С нетерпением жду, когда ты потеряешь всю свою добычу. Глядя на раздражающие выражения лица мистера Фу, Лин Хуан наконец понял, почему студенты колледжа так ненавидели его вначале. То, как с ним обращался мистер Фу, было неприятно. Это высшая реликвия, мониторинговое кольцо. Я хочу быть свидетелем всего в твоей битве. Помимо твоего даклинка, можешь показать мне все, что не боишься раскрыть. Просто не используй свои какие-то секретные трюки, если хочешь оставить их секретными. Мистер Фу перебросил ему черное колечко. Он знал, что у парня есть свои тайны и лезть он в них не хотел. Что же, сейчас 7.47 утра. Твоя миссия закончится завтра в 8 утра или же когда ты принесешь мне трупы. Мистер Фу дал Лин Хуану дополнительные 13 минут. Лин Хуан поймал кольцо и надел его на левый указательный палец. Он кивнул мистеру Фу и прыгнул в океан. Погружаясь, он начал продумывать план. В этой тренировке есть три нюанса. В первом ему будет необходимо сражаться в воде, что является преимуществом для монстров. Хоть он и может регулировать потребность в кислороде, после достижения превосходства, но это не означает, что он может дышать под водой. Если не двигаться, то задержать дыхание он может на три дня, но для битвы потребуется кислород. Если он сможет продержаться хоть пару часов, это уже будет чудом. Второй трудностью будет высокое давление воды на глубине 12 тысяч метров. Это не только будет оказывать влияние на его способности, но также и его движения, и атаки будут от этого зависеть. Чего не скажешь про монстров, которые приспособлены к такой среде. Третья трудность заключалась в том, что в драконьих китах течет кровь небесных драконов, от чего их способности превышали 5-й уровень бессмертия. Более того, тело такого монстра длинной достигает десятка тысяч метров. Они обладают серьезными защитными способностями из-за жиров под своей кожей. Пока атака не пробьет этот слой, она не нанесет никакого вреда. Они также могут исцеляться поедая мясо, поэтому убить их трудно. Болеет того, ему нужно убить двух монстров за сутки. Лин Хуан нахмурился, погружаясь все ниже. Давление воды росло, и это ощущалось каждой клеточкой тела. Лин Хуан понял, что уже на глубине 10 тысяч метров его способности подавлены на 20%. Бесит нужно будет раздобыть водостойкую реликвию. Едва Лин Хуан задумался над этим, он увидел перед собой огромного монстра. Огромный драконикит сразу же заметил человека, который так нахально погрузился в его воды. Монстр закрыл глаза и широко распахнул пасть, откуда в Лин Хуана вылетел страшный энергетический шар, похожий на цунами. Это было умение кита, которое называется контроль воды. Оно позволяло этим монстрам контролировать скорость и направление потока воды. Именно так драконикит и терроризировал воды океана. Взглянув на взбесившиеся волны, надвигающиеся на него со всех сторон, Лин Хуан активировал свой тайный навык скорость Серафима и успешно сбежал. Оглянувшись на то место, где он только что был, Лин Хуан заметил там водоворот воды и острых зубов. Какой беспощадный навык Лин Хуан представил, как становится фаршем для пельмешков, если бы его накрыло этой атакой. Вот значит, как ты хочешь играть. Пощады не жди. Выходи, Чаркал. Крикнул Лин Хуан, призывая дракона. Глава 615. Ныряя в воду, Лин Хуан уже придумал план. Чаркал был один гоуровня бессмертия, а с его высокой концентрацией крови небесного дракона он сможет подавить других с монстров-драконов с более слабой родословной. Даже бессмертного 9го уровня затронет его мощь дракона, не говоря уже о монстре 5го уровня. Мистер Фу подчеркнул, что Лин Хуан может использовать любые методы, какие захочет. Видимо, наставник специально ужесточил тренировку, чтобы Лин Хуан призвал своих монстров. В конце концов, он, приручитель, и это нормально для него. Однако в его планы не входило, чтобы Чаркал убил для него китов. Он хотел, чтобы дракон заставил их подняться на поверхность. Как только они всплывут, три проблемы, о которых оно думал до этого, дыхание под водой и давление больше не будут ему мешать. Когда киты утратят свое преимущество, убить их не составит труда. Как и ожидалось, как только появился Чаркал, мощь дракона вырвалась наружу и помимо самца, даже самка, которая хотела скрытно напасть на Лин Хуана, задрожала. Чистокровный дракон, даже уровня священного пламени, может подавить монстра уровня императора. Что бы ни случилось, небесный дракон не нападет на чистокровного, а сбежит. Ведь независимо от того, насколько молод император, генерал обязан его уважать. Тут работала та же теория. Чаркал явился в своем истинном обличье, длинной в тысячи метров. Монстр был очень взволнован своим призывом. Вскоре он заметил двух китов под собой. Хоть он и ощущал, что противники сильны с точки зрения боевого ранга, он их совсем не боялся. Вместо этого он жаждал ринуться в битву. Выведя их на поверхность океана, велел Чаркалу Лин Хуан. Черной вспышкой дракон метнулся к китам. И хоть эти монстры были намного сильнее, и размеры их были в 10 раз больше, они не планировали сражаться с Чаркалом. Они начали убегать. Дракон наслаждался данным ему временем, поскольку его нечасто призывали. И вскоре он заставил китов подплыть к поверхности океана, как и приказал Лин Хуан. Над водой показались две гигантские спины, похожие на два островка. Чаркал кружил вокруг китов, не давая тем сбежать, а Лин Хуан, ухмыляясь, поднялся в воздух. Теперь мое время засиять. Золотая искра окружила его черный клинок. Полуденное солнце светило ярко, и даже мистеру Фу, который за всем наблюдал с палубы корабля, пришлось прищуриться. Через несколько секунд золотое свечение достигло пика, и Лин Хуан ринулся вниз, активировав громовые шаги. И скорость Серафима и его клинок вонзился глубоко в голову одного из монстров. Череп треснул, и тварь застонала. Обычно Лин Хуан использовал одно колесо жизни для убийства монстра 5го уровня бессмертия, но на этот раз цель была настолько велика, что пришлось использовать два. Зрелище ужасало. После смерти первого кита за долю секунды, второй попытался сбежать, но Чаркал не дал. Не осмеливаясь напасть на дракона, кит направил поток воды в Лин Хуана. Спокойное море превратилось в цунами, а Лин Хуан находился в воздухе и, подобно непобедимому воину, разрезал клинком волны. От его меча исходило фиолетовое свечение. Прежде чем кит снова успел атаковать, Лин Хуан замахнулся. Лезвие оставляло следы полумесяцев в воздухе, когда Лин Хуан совершил сотни ударов за несколько секунд и в конечном итоге голова кита отделилась от тела. Когда-то бирюзового цвета вода окрасилась кровью. Не прошло и трех минут, как Лин Хуан убил двух китов. С учетом времени, что Чаркал потратил на погоню, всего это заняло 20 минут. Положив туши монстров в хранилище, он велел Чаркал уменьшиться в замерах и отправился обратно на корабль. Лин Хуан немного волновался, готовясь предстать перед мистером Фу, поскольку в этом раунде он схитрил, призвав Чаркала для помощи. Если бы не он, то драться с китами под водой было бы тяжело. Мало того, что его способности были бы ограничены, киты могли бы просто сбежать, когда поняли, что не могут победить или сожрать других монстров для исцеления. Возможно бы он не успел закончить задание за 24 часа. Мистер Фу улыбнулся, наблюдая за Чаркалом и перевел взгляд на Лин Хуана. Я доволен твоим выступлением, и ты даже превзошел мои ожидания. Лин Хуан думал, что получит втык от мистера Фу из-за того, что использовал Чаркала, но тот удовлетворительно кивнул. Два кита были хозяевами положения, но ты перевернул ход битвы, призвав монстра. Отлично. Реальное убийство – это не бой один на один, а комбинирование способностей. Атаковать противника одной лишь грубой силой – глупый ход и зря потраченное время и энергия. Никогда не тяни бой, если можешь убить своего врага быстро. Так и с этим кораблем я бы не стал бросаться на полубога, который атакует меня. Вместо этого я обстреляю его издалека. У меня достаточно кристаллов, так зачем мне тратить свою собственную энергию? Даже если не удастся убить его, то как минимум хорошенько потрепаю, что облегчит мне битву. Лин Хуан смущенно слушал. Он не ожидал, что его боевой стиль будет таким неприятным, но теория все равно имела смысл. Конечно, я не прошу тебя сразу же вываливать свои приемы. Делай, когда это необходимо, но твои способности должны быть корнем всего. Без этого твои хитрости могут лишь быстрее свести тебя в могилу, сказал мистер Фу и привел несколько реальных примеров того, как ловко меняли исход битвы благодаря хитрым решениям. Теперь Лин Хуан знал, что не только его наставник имеет мерзкие приемчики в своем рукаве. Многие из полубогов, о которых он ранее слыхал, на самом деле были куда более гадкие. Глава 616. Тренировки Лин Хуана продолжались с середины марта до середины апреля. Каждый день мистер Фу организовывал для него новые испытания. Как и было сказано, два кита в первый день были лишь для разогрева. До тренировки Лин Хуан мог сразиться с бессмертным 6го уровня с помощью одной только грубой силы. После того, как обучение закончилось, он мог теперь выбраться из окружения 5 бессмертных 6го уровня и убить их всех в течение суток. Сделать он это все может и без использования карт. За 30 дней Лин Хуан провел не менее сотни сражений. Помимо первого, во все остальные он выкладывался на полную, выполняя указания мистера Фу. Наставник обращал его внимание на проблемы и давал Лин Хуану возможность придумать решение, организовывая следующую тренировку под эти нужды. Если за день преодолеть это не получалось, то они сосредотачивались на проблеме, пока не решали ее и лишь потом двигались дальше. За этот месяц Лин Хуан прошел через ад, что положительно отразилось на его способностях. Также за это время один раз их посещал Лю Мин, чтобы вернуть клинок, который он починил. Лин Хуан использовал свое временное кольцо, чтобы связаться с Юэджином и остальными, и выслать им сокровища, которые они собрали в руинах. В ночь 30 год дня, когда курс тренировок был закончен, мистер Фу отвел Лин Хуана в ресторан на первом этаже судна. Видя, как стол ломится от восхитительной пищи, Лин Хуан понял, что пришло время прощаться. Твои успехи превзошли все мои ожидания. На самом деле я большую часть времени давал тебе сложные задания и не рассчитывал, что тебе удастся выполнить их, но ты раз за разом не переставал меня удивлять. Основной информацией я с тобой поделился, остальное же оставлю в качестве своих воспоминаний, сказал мистер Фу и улыбнулся. Закрой глаза. Лин Хуан закрыл глаза и ощутил, как палец мистера Фу коснулся его лба. В следующий миг воспоминания его мастера хлынули в голову. Я поделюсь с тобой своим путем культивации, а также оставлю семя памяти. И пусть мой путь не подходит тебе, ты можешь оставить его в качестве ориентира. Ознакомишься потом, когда будет время. Услышав слабый голос мистера Фу, Лин Хуан медленно открыл глаза. На самом деле, прошло всего 10 секунд, но за это время он успел увидеть тысячи лет прожитые мистером Фу и его путь совершенствования. Мастер, вы в порядке? Лин Хуан мог сказать, что эта передача памяти отняла у мистера Фу большую часть его энергии. Не переживай, отдохну немного и буду как огурчик, махнул рукой мужчина и взял палочки для еды. Давай кушать. У них ушло много времени на то, чтобы насладиться ужином и все это время они болтали. Разговор зашел о семье Лин Хуана и тот рассказал о забавных вещах, которые чудила Лин Синь и Лин Сюань. Мистер Фу смеялся, когда речь шла о Лин Синь, но едва тема сменилась на Лин Сюаня, он замолчал. Лин Хуан заметил это, но понятия не имел, почему тот так себя ведет, поэтому перестал говорить и принялся за еду. После минутного молчания мистер Фу заговорил. Мой дорогой ученик, я кое-что скрывал от тебя. Лин Хуан был ошеломлен, услышав это. Он подняла глаза и проглотил еду. Это из-за меня Лин Сюань ушел. Услыхав эти слова, Лин Хуан нахмурился. Почему вы так поступили? Взяв себя в руки, спросил Лин Хуан. Мне показалось, что он мой первый ученик Мокуй. Мой Куй был сиротой, которого я приютил. Лин Сюань выглядел в точности как Мокуй. Когда тот был молод, рассказал правду мистер Фу. Я дал ему каплю крови Мокуя и он сумел вызвать реакцию. Когда он покинул ваш дом, то выяснилось, что я был прав. Так это реинкарнация? Нахмурился Лин Хуан. Я так не думаю. Реинкарнация всего лишь слухи и никто не знает, существует ли она на самом деле, покачал головой мистер Фу. Помнится ты сказал мне, что, когда нашел мальчика, его именем был серийный номер. Я подозреваю, что кто-то клонировал его с помощью какой-нибудь генетической техники. Я знаю, что обычных людей можно клонировать, но можно ли такой провернуть сложным богом? Лин Хуану это показалось странным. Теоретически, любое живое существо может быть клонировано с использованием генетической техники, включая истинного божества и даже более могущественных созданий, кивнул мистер Фу. Мастерская Скорбора проводила подобные эксперименты и раньше. Они использовали гены полубогов, но из-за нехватки технологий эксперимент постоянно проваливался. Затем они сосредоточились на генетической модификации и на искусственных людях. Но это было сотни лет назад и ничто не стоит на месте. Возможно, сейчас лаборатории могут клонировать и ложных богов. Мистер Фу был уверен, что его предположение верно. Лин Хуан мог вступить в реакцию с кровью Моку. Я только если у них одни и те же гены. Понятия не имею, откуда они их достали. Я хорошо захоронил его тело, где никто, кроме меня, его не найдет, нахмурился мистер Фу. Если технология клонирования достаточно продвинута, то мне кажется, им хватит и одной волосинки. Лин Хуан попытался понять эту причудливую идею. Мастер, вы знаете, где сейчас находится Лин Сюань? Он в землях начала, безопасной зоне 0. Я следил за ним с тех пор, как он покинул твой дом. Он отправился прямиком туда, вероятно в поисках своей памяти. Мистер Фу выглядел виноват. Я хотел бы извиниться перед тобой, Лин Синь. Я не мог сдержаться, когда увидел его, поэтому принес кровь Мокуя. Я не знал, что он уйдет из дома. Я должен был сначала обсудить это с тобой, но на тот момент я не готов был рассказать тебе о Мокуе. Что сделано, то сделано. Хорошо, что с ним все в порядке, и хоть мистер Фу перешел границы, будучи его учеником, который любит своего наставника, Лин Хуан решил его простить. У меня есть еще одна просьба, о которой я хотел тебя попросить до того, как ты уйдешь. Мистер Фу со всей серьезностью взглянул на Лин Хуана. Жить мне осталось три года. Я свяжусь с тобой, когда соберусь помирать. Надеюсь, что ты приедешь в 7-й краткой дивизион и похоронишь мое тело на горе трех жизненных циклов. Там Лин Хуан был удивлен. Своей жизнью я обязан двум людям. Один из них Мокуй, а второй Цзиньё. Мокуй, я обязан жизнью, а Цзиньё, сердцем, вздохнул мистер Фу. Человек, которого полубок Цзиньё и ждала на горе трех жизненных циклов, это были вы. Лин Хуан пришел в шок. 200 лет прошло с тех пор и никто так и не узнал, кого именно ждала женщина. Лин Хуан не ожидал, что этим человеком окажется мистер Фу. Уже 800 лет назад я знал, что не проживу долго. Цзиньё и я встретил 200 лет назад. Это была очень особенно любящая женщина. Я не хотел тратить ее время, поэтому решил отпустить. Я не ожидал, что эта глупая девчонка в течение десятка лет будет ждать меня на горе трех жизненных циклов. Меня ничто в этом мире не держит, поэтому не имеет значения, где меня похоронят. Возможно, если это будет именно то место, то таким образом я смогу как-то вернуть ей ее любовь ко мне. Лин Хуан молча слушал. Мастер, не думайте об этом слишком много. Ладно, позаботьтесь о себе. Я постараюсь найти для вас лекарство. Лин Хуан знал, что у Сяха должна быть карта, которая может исцелить мистера Фу, но пока что у него не хватало авторизации, чтобы ею воспользоваться. Глава 617 на следующий утпо. После прощания с мистером Фу, Лин Хуан вернулся в колледж боевых охотников. Люмин уже сдал свой пост новому декану, а сам отправился в три и краткой дивизион. Хоть и перед уходом он дал Лин Хуану код от своей виллы, парень решил не оставаться в ней, чтобы люди не могли провести параллели между ним, Люмином и мистером Фу. Вместо этого Лин Хуан зарегистрировался в отеле, находящемся в 300 метрах от колледжа. Завершив регистрацию, Лин Хуан отправился в учебное заведение. Охранник сразу же его узнал и поздоровался. Мистер Лин, вы вернулись? У меня есть кое-какие дела в столице, поэтому решил заглянуть. С улыбкой кивнул Лин Хуан. Перекинувшись парой слов с охранником, Лин Хуан пошел внутрь. Глядя на обстановку, к которой он привык за последнюю половину года, на него накатили эмоции. Большую часть года он провел в колледже с Лин Синь, а также какое-то время они пробыли в зимнем городе. Время в колледже было для него самым расслабленным за все его пребывание в этом мире. И несмотря на то, что дни его были насыщенными, жизнь проходила без давления, прямо как в старые, добрые времена. Однако такой мирной жизни в этом мире не суждено продлиться долго. Лин Хуан отправился в учительскую до оклинка. Он планировал навестить Цинь Тин Сина и других коллег, а также узнать, как успехи у его бывших учеников. Ухмыляясь, он постучал в двери, застегнув врасплох Чжан Сюя и Юэфэй. Лин Хуан, зачем вернулся? Спросила с улыбкой Юэфэй. Будучи одной из двух дам факультета до оклинка, в отличие от Муся Лань, девушка выглядела холодной и замкнутой, но стоит ее узнать поближе, она оказывалась весьма оживленной. Снова преподаешь? Спросил Чжан Сюй. Хоть раньше между ними возникло недопонимание, теперь все было кончено. Нет, у меня кое-какие дела в столице, поэтому я решил заскочить, сказал Лин Хуан, заметил облегчение на лице Чжан Сюя. Разве у старины Цинь нет сегодня уроков в один им классе до оклинка? Почему он не тут? Он уволился. Еще в начале семестра. Я звонил ему, но он не берет трубку. Никто не знает, что он сейчас делает, покачал головой Чжан Сюй. А что насчет его кла? Лин Хуан не успел закончить свой вопрос, но уже догадался, каков будет ответ. Чжан Сюй ведет его класс, ответила Юэфэй. Теперь Лин Хуан понял, почему Чжан Сюй ощутил обличение, когда узнал, что Лин Хуан вернулся не для того, чтобы преподавать. А кто сейчас преподает в классе 2? Спросил Лин Хуан. Учитель превосходного ранга, которого прислали из союза колледжей, Чжан Сюй был расстроен. Если бы не многолетний опыт мужчины, а также связь с деканом, Чжан Сюй не мог бы преподавать в классе 1. Присланный учитель был превосходным, поэтому сможет преподавать в классе 1 уже через 2 года работы тут. Перейти на ранг превосходства куда проще, чем ты думаешь. Выбрав монстра с семенем и изучив его слабые и сильные стороны, нужно просто взять с собой несколько товарищей, чтобы убить носителя. Если хорошо подготовишься, то убить его будет несложно. Ты еще даже не попробовал, а уже испытываешь страх перед монстрами священного пламени. Тебе не потребуется и 80% твоей силы. Ты же старый охотник. Должен и сам знать, что в большинстве случаев боевой ранг не равняется боевой мощи. Монстры уровня священного пламени на самом деле не так страшны, как тебе кажется. Похлопав Чжан Сюя по плечу, Линь Хуан ушел. Уровень священного пламени, глядя Линь Хуану в спину, Чжан Сюй сжал кулаки. Не ожидал, что старик Цинь уйдет в отставку. Выйдя из учительской, Линь Хуан набрал номер Цинь Тинь Сина, но автоответчик сказал, что абонент вне зоны обслуживания. Это значит, что он либо в руинах, либо отключил кольцо. Покачав головой, Линь Хуан подошел к зданию, где находится класс 2. Спрятавшись на вершине дерева, что находилось в 100 метрах от кабинета культурологии, он стал наблюдать за своими учениками. Большая часть внимательно слушала, а некоторые сочковали, но в целом у них все было хорошо. Один из тех, кто не слушал учителя, а разглядывал поле за окном, внезапно увидел сидящего на дереве Линь Хуана. Глаза парня широко распахнулись и он открыл рот, чтобы заорать мистер Линь. Но Линь Хуан метнул грозный взгляд и показал кулак, после чего тыкнув пальцем на учительскую трибуну. Через пару секунд парень снова повернулся к дереву, но Линь Хуана там уже не было. У Линь Синь сегодня тоже была культурология. Линь Хуан знал, что во второй половине дня у нее нет занятий, поэтому он с кольца Есю отправил ей сообщение, после чего отправился в отель. Когда закончился урок, девочка перезвонила. Брат, ты вернулся. Линь Синь аж подпрыгнула во время видеозвонка. Угу. В колледже слишком много людей, приходи в мой отель, потом поговорим, улыбаясь, кивнул Линь Хуан. Вскоре после звонка Линь Синь добралась до отеля и Линь Хуан отвел ее в отдельную комнату в ресторане, что на втором этаже. После заказа они начали разговаривать. Брат, разве ты не говорил, что уедешь в конце марта или начале апреля? Я думала, ты уже уехал, почему ты все еще в 7-м дивизионе? Ей это казалось странным. Кое-что случилось и пришлось отложить план на месяц. Линь Хуан не стал упоминать мистера Фу, поскольку не хотел вовлекать в это дело сестру. Закончу с парой дел и через пару дней поеду. Ты успеешь вернуться к летним каникулам? Спросила Линь Синь. Не думаю. Недавно кое-что произошло и последующие 3 года я буду сильно занят. Возможно мне удастся приехать к Новому году. Беспомощно пожал плечами Линь Хуан, поскольку не мог пообещать, что вернется к летним каникулам. Можешь рассказать, что случилось? Спросила Линь Синь. Я не могу вовлекать тебя в это, поэтому будет лучше, если ты не будешь знать, покачал головой Линь Хуан. Кроме того, никому не говори, что ты моя сестра. Я сотру воспоминания всех, кто это знает. Линь Синь говорила об этом своим соседкам по комнате, а также некоторые девочки из 1го и 2го класса могут об этом знать. Снова пурпурный ворон? Спросила она. Нет. Хуже. Врагами Линь Хуана были полубоги и ему нужно быть осторожным. Ах да, это тебе. Линь Хуан передал сестре Красное кольцо хранилище. Что там? Линь Синь стало интересно, что же лежит внутри. В основном, кристаллы пламени и кристаллы жизни. Кристаллы пламени для семерочки, а кристаллы жизни для тебя. Люди узнают, если я буду отправлять тебе деньги, поэтому просто используй кристаллы, если потребуются финансы. Когда придем в мой номер, я передам тебе права на семерочку. На самом деле, это трижды мутировавший монстр с кровью Феникса. Если концентрация крови повысится, он может стать чистокровным. И не хвастайся тем, что он трижды мутировавший, иначе его могут у тебя отобрать. Когда ты уезжаешь? Спросила Линь Синь. Скорее всего, завтра утром. После обеда Линь Хуан отвел сестру в номер и передал ей права на семерочку. Крепко обняв Линь Синь, он отправил ее в общежитие, а сам стал дожидаться наступления ночи. Глава 618 «Белая столица» имела удивительную ночную жизнь. И хоть середина апреля, это все еще холодная весна, людей можно было встретить на улицах, даже в полночи затихало все лишь к 1.30. В это время Линь Хуан еще не спал. Открыв раздвижную дверь на балконе, он вышел и огляделся. Затем он посмотрел в сторону колледжа боевых охотников. Вскоре в его руке появилась фиолетовая карта монстра, которую Линь Хуан раздавил в ладони. Пурпурная дымка появилась перед ним. Так выглядел Блади после завершения третьей мутации. Тем не менее, он всегда маскируется под виноградную лозу, если рядом кто-то есть. Блади, я хочу, чтобы ты нашел всех, кто что-нибудь знает о моих отношениях с Линь Синь в колледже боевых охотников, и стер это из их воспоминаний. Линь Хуан прекрасно знал, что не может оставить никаких следов. Хотя было не так много людей, которые знали бы об их отношениях, пока кто-то целится в него или мистера Фу. Этот человек определенно обнаружит данный факт, если проведет некоторое время в колледже. Когда Линь Хуан покинет 7-й дивизион, он долго еще не вернется обратно и Линь Синь будет в опасности. Именно поэтому он отправил Блади. Линь Хуан думал о том, чтобы взять с собой Линь Синь, но полагал, что три года в основной зоне не будут мирными. Как только его личность будет раскрыта, он не сможет выжить. Если он встретит кого-то могущественного, то вместе с Линь Синь он не сможет сбежать. Взвесив все за и против, он решил оставить Линь Синь в 7-м дивизионе. Это легко, однако мне придется заразить всех в колледже. Я могу определить, кто из них знает о вас и Линь Синь, прочитав их воспоминания, ответил Блади. Тогда сделай это и побыстрее. Постарайся быть как можно скрытнее, в Белой столице есть много могущественных людей. Если нас найдут, это будет большой проблемой, напомнил Линь Хуан. Он знал, что паразитические семена Блади исчезнут без каких-либо побочных эффектов, и хозяева вообще ничего не заметят. Понял. Ответил Блади и приступил к делу. Огромное количество бесцветных паразитических семян полезло из Блади. Без территории Линь Хуан не смог бы увидеть ни одно из них. Только с территорией он смог почувствовать семена, которые были во много раз меньше зонтиков одуванчика, которые поплыли по воздуху к колледжу. Вскоре Блади открыл глаза. Помимо Линь Синь я нашел 12 человек, которые знают о ваших отношениях с ней. Однако все они думают, что вы ее двоюродный брат. Правильно, сотри эту часть их воспоминаний. Линь Хуан кивнул. Блади снова закрыл глаза и вскоре открыл их. Воспоминания удалены и заменены другими. Еще что-нибудь, что вы бы хотели стереть или изменить? Если нет, я отзову семена. Это будет означать исчезновение паразитических семян, и только информация вернется к Блади. Ты хорошо постарался. Отзывай их, больше ничего не нужно делать. Линь Хуан ощутил облегчение. Я узнал, что есть кто-то, кто пришел в колледж боевых охотников. За вами, снова заговорил Блади. Я отозвал все семена, кроме этих. Одно следит за ним, а другое находится в его мозгу. Блади спроецировал молодого человека. На вид, ему было не более 20. Линь Хуан был уверен, что никогда раньше его не видел. Он учитель в колледже? Спросил Линь Хуан. Да. Он на уровне белого священного пламени преподает до оклинка в классе 2 у первогодок. Он не только учит ваших учеников, но и живет в общежителе, в котором жили вы, сказал Блади. Судя по его воспоминаниям, он тут из-за вас. За эти несколько дней он даже узнал, что Линь Синь – ваша кузина, и он пытается с ней сблизиться, чтобы разузнать больше, кто этот человек. Линь Хуан нахмурился. Он из места под названием Лаборатория Лейб. Шпион, которого послал мужчина в очках. У него две миссии. Одна – выяснить, где вы находитесь, а другая – выяснить, кто эта дама в белом платье. Лаборатория Лейб. Линь Хуан был знаком с организацией. Это были те, кто напал на белую столицу вместе с пурпурным вороном. Они назывались Мастерской Скорбора 200 лет назад. Древние реликвии Линь Хуана – воздушный резак, черная пернатая броня и кукла-мертвеца были украдены у члена организации уровня императора. Он даже активировал карту неудачи на человека. Но они не перестали искать Линь Хуана. Все только улеглось, как теперь они послали за ним шпионов в колледж. Что еще ты узнал? Снова спросил Линь Хуан. Он не был уверен, связана ли лаборатория Лейб с вопросом, изводящим Мистера Фу, или организация просто пришла за ним. Собственно, это все. Этот человек никому не важен, он мало что знает. В его воспоминаниях, человек в очках, который дал ему задание, должен быть начальником лаборатории Лейб. В первый раз он повстречался с того мужчину, когда получил миссию, и он очень его уважает. Это все, что я узнал. Блоди посмотрел на Линь Хуана. Что мы будем делать с этим парнем? Убей его. Уверенно сказал Линь Хуан. Мы ничего не получим, если оставим его в колледже. Они могут узнать, что ты изменил его память, если он вернется в лабораторию Лейб. Это может разоблачить Линь Синь. Лаборатория Лейб не отправит второго шпиона так скоро после того, как этого убьют. Даже если они это сделают, они больше не узнают обо мне и отношениях с Линь Синь. Блоди согласился с анализом Линь Хуана. Хотя он и был уверен в своем изменении памяти, в конце концов, он всего лишь бессмертный один го уровня. Они могли заметить вмешательство, если бы мозг человека вскрыл экспертом в этой области. Согласно инструкции, Блоди взорвал паразитическое семя, которое пряталось в голове шпиона. В проекции голова спящего молодого человека взорвалась, как арбуз, упавший с высоты. Его мозг забрызгал всю стену, до такой степени, что брызги попали на потолок. Кровь бесконечно текла из шеи безголового тела, лежавшего на кровати с синей простыней. Глава 619. Решив вопрос колледжем, Линь Хуан со спокойной душой лег спать. На следующее утро он использовал личность Есю, чтобы поле завтрака отправить Линь Синь сообщение. Я ухожу. Береги себя и будь умничкой, поняла? Ты уж позаботься о себе. Отключив кольцо Линь Хуана, он заплатил за свой номер в отеле, который зарегистрировал на поддельную личность. Призвав пространственную реликвию и изменив свои черты лица, он вошел внутрь. Рано утром Лоя поспешно оделась и вышла на улицу в 7.15 утра. Она с облегчением вздохнула, увидев, что у дерева ее никто не ждет. Она не спеша подошла и взглянула на учительское общежитие рядом, ожидая выхода мужчины. Она встретила этого человека в тот же день, когда ее приняли на работу в колледж. Они начали держаться вместе, а она думала, что это судьба. Она преподавала до оклинка в классе 8, в то время как мужчина превосходного уровня преподавал в классе 2. Он был молод и красив, она бы солгала, если бы сказала, что он ей не нравится. С тех пор, как они познакомились, у них появилась привычка встречаться у дерева и вместе завтракать. Как правило, именно мужчина ждал ее под деревом, но иногда мог и опоздать на пару минут. Однако шло время и даже когда перевалило за 7.30, его все еще не было. Лоя это показалось странным. Может у него какие-то дела? Подумала она и ушла. Девушка была расстроена из-за того, что пришлось завтракать одной. После некоторых колебаний она решилась позвонить, но мужчина оказался вне зоны обслуживания. Куда он пошел? Сегодня пятница, разве у него нет занятий? Лоя вернулась в свое общежитие, задаваясь этим вопросом. Было уже 2 часа дня и днем Лоя пообедала и решила пройтись по магазинам, прежде чем вернуться в общежитие. По пути она заметила там толпу людей. Что тут случилось? Спросила она у девушки. Говорят, что умер преподаватель. Он не пошел сегодня на свой урок, поэтому студент, который пришел за ним, нашел его мертвым и без головы. Это так страшно, объяснила девушка. Мистер Джан. Сердце Лоя сбилось с ритма. Она растолкала людей и бросилась в общежитие. На втором этаже она заметила сотрудников из правительства, которые суетились у обезглавленного тела. Девушка заплакала. Черные пространственные врата открылись в переулке цитадели 7C357 в городе Дакси, и оттуда вышел молодей человек. Он был красив и одет в темно-синий плащ. На вид он выглядел лет на 20, с темно-коричневыми волосами и ростом в 182 сантиметра. Это был замаскированный Линь Хуан. Помимо смазливой внешности, сейчас он выглядел совершенно иначе. Ориентируясь по памяти, он нашел бар, в котором обитал Ян Лин. Тем временем сам Ян Лин полусонный тискал фигуристую девушку, которая подмигнула Линь Хуану, когда тот вошел. Игнорируя девицу, он взглянул на Ян Лина и постучал в дверь, которую уже за собой закрыл. В ответ Ян Лин шлепнул девушку по заднице. «Приходи сегодня вечером», – прошептал он ей на ухо. Девушка хихикнула и убрала одеяло, которое было на ней. Галышом встав с кровати, она нарочно долго девалась перед мужчинами, продолжая бросать кокетливые взгляды на Линь Хуана. Ей потребовалось более десяти минут на то, чтобы одеть лифчик и платье. Линь Хуан в это время сидел на рабочем столе Ян Лина, наблюдая за представлением. У девушки было красивое тело и соблазнительное лицо. Это единственные комментарии, что имелись у Линь Хуана к ней. Одевшись, девица медленно подошла к нему. «Эй, красавчик, найди меня, если заинтересовала». «Первый раз бесплатно, в качестве комплимента», – прошептала она ему на ухо. Наблюдая за уходящей девушкой, Ян Лин вылез из-под одеяла и даже не надевая белья, накинул халат, после чего сел за рабочий стол. «Мы раньше встречались», – окинув взглядом Линь Хуана, – спросил Ян Лин. «Возможно», – ухмыльнулся Линь Хуан, не давая конкретного ответа. «Ну да ладно, черная карта», – спросил он. «Верно», – «которая из». «Снова спросил Ян Линь для королевской элиты. Чем выше авторизация, тем лучше. Совсем шикарно будет, если доступ окажется уровня полубога. Это слишком рискованно, я это не делаю. Самое большее, что я могу сделать для людей за пределами основных зон – доступ уровня бессмертия. Если же намерен использовать это в основной зоне, то уровень императора. Однако если используешь ее за пределами основной зоны, придется на своей шкуре ощутить последствия». Со всей серьезность посмотрел на него Ян Лин. «Уровень императора тогда», – кивнул Линь Хуан. «Обычная карта для королевских будет стоить 10 тысяч кристаллов жизни с доступом уровня священного пламени. Цена за разрешение уровня императора обойдется тебе в 500 тысяч. Однако я должен уточнить, что информация добыта из преступного мира, а не из правительства. Если точнее, то от святых. Если ты используешь личность за пределами основной зоны, за тобой придут святые и я тебе уже не помогу. «Конечно, делай», – Линь Хуан перечислил кристаллы жизни на торговый чип Ян Лина. Подтвердив перевод, Ян Лин приступил к работе. «Имя и возраст?» – спросил он, сфотографировав Линь Хуана. «Линь Се, 22. С раннего возраста потерял родителей. Также имею брата, на два года старше меня, но не знаю, где он. Остальная информация пусть будет по умолчанию». Ян Лин взглянул на Линь Хуана и продолжил работу над новой личностью, ничего не сказав. Линь Хуан придумал историю с братом, чтобы Люли не смогли сопоставить его со старым Линь Хуаном. Прошлой ночью он придумал имя Линь Се. Фамилию решил не менять, поскольку в этом мире были миллиарды людей с такой же фамилией. С поддельной личностью, вполне вероятно, что люди не смогут связать его с ним настоящим. Десять минут спустя новое кольцо сердца империи было готово. Золотое колечко выглядело как произведение искусства. Не используя его за пределами основных зон, напомнил Ян Лин, пока Линь Хуан примерял кольцо. Помню, закончив с примеркой, Линь Хуан убрал кольцо в хранилище. Выйдя на улицу, он остановился у бара и поднял голову к залитому солнечным светом небу. Прощай, семикраткая дивизион. Глава 620. Линь Хуана закружилась голова, когда он вышел из пространственного портала. Это был побочный эффект от использования портала для дальних сперемещений. Даже для императора это не пошло бы бесследно, хоть и куда легче. Двух человек уровня священного пламени, что вышли вместе с ним, стошнило. Несколько сотрудников в форме подошли и преградили им путь. Мы, работники отдела здравоохранения города Бахуан, вы нарушили городские правила. Пожалуйста, покажите свои документы, оплатите штраф и уберите за собой мусор. Персонал был уровня бессмертия и двое несчастных, будучи уровня священного пламени, не осмелились что-то сказать против и все еще страдая от головокружения, заплатили штраф. Их отпустили после того, как они убрали за собой блевотину. Нарушили правила, штраф 1000 кристаллов всего лишь за рвоту. Линь Хуану это показалось странным. Правило звучало так, будто его выдумали. Более того, 1000 кристаллов достаточно, чтобы купить улучшенную, выполненную на заказ реликвию 1 Гогрида. Скорее всего и этот персонал тоже не настоящий. После просмотра данной сцены, Линь Хуан развернулся уходить, но лысый амбал из толпы двинулся в его сторону. Линь Хуан нахмурился и уклонился, шагнув в сторону, но лысый все равно упал на землю. Что за хрень, пацан, ты что, слепой? Ты сбил меня. СК, как больно, что теперь делать, то будем с этим. Лысый сел на земле, отказываясь подниматься. Люди окружили их. Ты так хреново людей разводишь, я тебя даже не трогал. Линь Хуан сразу все понял. Нет, ты толкнул меня. Мои братья тоже это видели, и они мои свидетели. Вот у тебя есть свидетели. Лысый свирепым взглядом окинул толпу. Множество людей собрались, чтобы посмотреть, что происходит. Некоторые хотели заступиться за Линь Хуана, но поняв, что лысый был уровня золотого священного пламени, а его шестерки, фиолетового, никто не осмелился рта открыть. У этого молодого парня неприятности. Суньба уже лет 30, как занимается вымогательством у тех, кто ниже рангом. Этому парню придется отдать все, что у него есть, иначе его не отпустят. Некоторые в толпе хорошо знали Лысого и знали, что произошло, но никто не осмелился заступиться за Линь Хуана. Линь Хуан же, тем временем, сунув руки в карманы, спокойно смотрел на Лысого. «Ты уверен, что потом не будешь сожалеть об этой попытке меня ограбить?» Лысый от такого застопорился. Его последователи не знали, что делать, и вопросительно смотрели на главаря. «Смотрите, смельчак». Толпа была готова наслаждаться шоу. Лысый некоторое время колебался, но потом крикнул. «Ты сбил человека с ног, и этот ущерб нужно возместить. Мне плевать, кто ты, даже если ты состоишь с нами в пурпурном вороне». Многие из толпы струхнули, когда услышали о вороне. Линь Хуан же ухмыльнулся. «Ладно, раз ты хочешь денег, то иди и возьми». Линь Хуан раскрыл ладонь, на которой лежало кольцо хранилища. Толпа разочаровалась, увидев, что парень решил пойти на компромисс, ведь пурпурный ворон слишком силен. Лысый поднялся с земли, смахнул с одежды пыли, подал знак здоровяку рядом с ним. Мужчина подошел к Линь Хуану и протянул руку, чтобы забрать кольцо, но ладонь Линь Хуана внезапно сомкнулась в кулак, который прилетел детине в челюсть. От этого удара вымогатель отлетел. Толпа была в шоке, ведь молодой парень осмелился сделать первый шаг. Чуть позже многие из них поняли, что молодой человек был красного священного пламени, а здоровяк — фиолетового. Лысый и остальные его шестерки вышли вперед. «Да как ты смеешь? Вы же хотите это кольцо? Идите и заберите его. Не вините меня, если у вас это не получится», — усмехался Линь Хуан. «Убейте его, парни!» — крикнул лысый, и его шестерки бросились к Линь Хуану, который не двигался с места. Вскоре несколько силуэтов пулей отлетели в сторону. Лысого, который пришел последним, Линь Хуан схватил за шею и оторвал от земли. Здоровяк не смел сопротивляться, поскольку понимал, что его шея может вот-вот сломаться. Пять человек уровня фиолетового священного пламени и один золотого проиграли парню уровня красного священного пламени всего три секунды. Толпа не могла прийти в себя от шока. Уровень красного священного пламени, победивший детину золотого священного пламени, этажина три уровня выше. Этот парень настоящий гений. Нашла коса на камень. Суньба и остальные наконец получили свое, нарвавшись на гения. Интересно, из какой организации этот парень? Если из преступной, то эти ребята не доживут до следующего дня. Они бы не попали в эту ситуацию, если бы не занимались тем, чем занимаются. Я считаю, они это заслужили. Толпа гудела, но никто из них не хотел помочь Суньба. Все еще хочешь, чтобы я заплатил вам за ущерб? Улыбнулся лысому Линь Хуан. Нет, не нужно. Тут же запнулся лысый, напуганный до чертиков. Гений, который можешь сразиться с противником на три ранга, превышающим его собственный, явно член какой-то могущественной организации. Сегодня он совершил фатальную ошибку, когда полез к этому парню. Странно, я точно помню, как кто-то говорил, что мне придется платить за то, что я тебя толкнул, и что неважно откуда я, улыбаясь, сказал Линь Хуан. Вы не толкали меня. Я виноват. Я попытался обмануть не того человека и в итоге оскорбил вас, мистер. Простите, я никогда больше не буду этим заниматься. Пожалуйста, отпустите меня. Я не достоин вашего времени, умолял его Суньба, поскольку знал, что не может победить Линь Хуана. Знаешь, местечко не столь людное? Вдруг спросил Линь Хуан. Мистер, пожалуйста, тут трудно зарабатывать на жизнь. Люди смотрят. Вам не кажется, что охранники все равно узнают, что это вы меня убили, даже если вы отведете меня в безлюдное место. Суньба был напуган. Мне нужно тихое место, чтобы просто задать вам пару вопросов. Линь Хуан отпустил шею Суньба и окинул взглядом остальных. Хватит притворяться. Я знаю, с какой силой я вас ударил. Если продолжите валяться, я и правда вас прибью. Здоровики сразу же повскакивали, едва Линь Хуан договорил. Хорошо, теперь показывай дорогу. Линь Хуан взглянул на Суньба, у которого не было иного выбора, кроме как повести Линь Хуана за собой. Гуглаперл. Лысый поднялся с земли, вытер пыль свою одежду и подал знак кусочку рядом с ним. Кусочек подошел к Линь Хуану и схватил кольцо для хранения с его ладони. Глава 621 Линь Хуан впервые был в 3М дивизионе. Хоть он и знал кое-что об том места от мистера Фу, информация могла устареть, ибо ей уже было много лет. Сначала Линь Хуан планировал заселиться в отель, а потом поискать информации о дивизионе. Но тут неожиданно гиды сами его нашли. Конечно, этим стоило воспользоваться. Суньба и его шестерки отвели Линь Хуана на заброшенный склад, что служил одной из их точек сбора. Они не рискнули отвезти его в свой лагерь. Уважаемый мастер, пожалуйста, спрашивайте о всем, что вас интересует, а мы ответим в силу своих знаний. Суньба выдвинул Линь Хуану стул, пока сами ребята стояли в сторонке. Они действительно переживали, что Линь Хуан может их убить. Разве нет в этом городе никого, кто борется с таким вот мошенничеством? Линь Хуан задал свой первый вопрос. Теоретически, в основных зонах протоколы безопасности должны быть куда лучше, чем в 7-м дивизионе. Однако этот город, являющийся цитаделью А-класса, казался менее безопасным, чем любая из цитаделей 7-го дивизиона. Вы должно быть впервые в нашем городе. Мастер, услыхав этот вопрос, Суньба улыбнулся. Линь Хуан перевел на него свой взгляд и улыбка на лице Лысого сразу же потухла и он принялся объяснять. На самом деле, в 3-м дивизионе, кроме цитаделей с А-1 по А-10, которые требуют пропуски для входа, остальные не такие безопасные. И этот город не один такой. Почему? Ответ Суньба показался Линь Хуан смешным. Это нормально, что вы об этом не знаете, поскольку люди за пределами этого дивизиона не осведомлены. Извне 3-й дивизион значится основной зоной, но на самом деле это просто кусок хаотичных земель, на которых основали свои штаб-квартиры преступные организации. На самом деле, 80% влиятельных преступных организаций имеют тут базы. Слова Суньба удивили Линь Хуана. И мировое правительство закрывает на это глаза? Спросил Линь Хуан. Тут немного иначе. Правительство это одобрило, заключив соглашение еще 200 лет назад и отдав преступным организациям 3-й дивизион. Снаружи этот дивизион все еще считается частью мирового правительства, но на самом деле это территория преступных организаций. Наконец Линь Хуан понял, почему у 3-го дивизиона был такой низкий уровень безопасности. Теперь имело смысл и то, почему Суньба так беспечно на людях говорил о связях с Пурпурным вороном. Случись это в 7-м дивизионе, кто-то бы точно сообщил об этом правительству. Значит те люди из департамента здравоохранения, что выдавали штрафы, неряженые. Это настоящие сотрудники? Сначала Линь Хуан подумал, что персонал, что вел себя как бандиты, был ненастоящим. Он никогда не видел, чтобы кто-то в 7-м дивизионе штрафовал бы отсутствие чистоты. Однако на территории преступных организаций такое было. Думаю, они все-таки настоящие сотрудники, хоть и не работают на правительство. Улыбнулся Суньба. А не из Пурпурного ворона? Задумался Линь Хуан, поскольку Суньба притворился одним из его членов. Да, этот город находится под контролем ворона, подтвердил здоровяк. В 3-м дивизионе 33 цитадели А-класса. Помимо Бахуана, что контролируется вороном, кто контролирует другие цитадели. То, что спрашивал Линь Хуан, не найти на карте. Цитадели от А-1 по А-10 находятся под контролем правительства. С А-11 по А-13, под династией А-14 и А-15, под еретиками А-16 и А-17, под Пурпурным вороном, перечислил Суньба. Грубо говоря, с А-11 по А-27 цитадели принадлежали высшим преступным организациям, а с А-28 по А-33 остальным. Помимо династии, остальные высшие преступные организации были примерно равны по мощи. Нумерация шла со времен соглашения с правительством и не соответствовала реальной силе организаций. Город Бахуан, что имел номер А-17, находился под контролем Пурпурного ворона. Позже Линь Хуан задал Суньба еще несколько вопросов, прежде чем уйти. Лысый со своими шестерками с облегчением наблюдали, как Линь Хуан исчезает с их поля зрения. Они боялись, что закончив с вопросами, он их убьет. Покинув склад, Линь Хуан активировал кольцо сердца империи Линь Си и зарегистрировался в отеле на центральной площади. И хоть безопасность тут была ужасна, в этом городе людей обитало куда больше, чем в большинстве цитаделия класса в семием дивизионе. Население превышало даже белую столицу. Стоя на балконе отеля, Линь Хуан ощущал себя обновленным, наблюдая как люди летают у верхушек небоскребов на своих летающих ездовых питомцах. В белой столице тоже использовали ездовых, но не так много, как тут. У большинства были воздушные драконы, маленькие такие дракончики, в основном красного, зеленого или синего цвета. Однако тут Линь Хуан наблюдал более 20 различных ездовых, не пробыв на балконе и трех минут. Они были разные все и с разными боевыми рангами. Вид был весьма суетливый. Глупый дракон. Хватит уже пялиться на чужие задницы. Я же тебя кормила утром. Линь Хуан с удивлением обратил взор на девушку, которая кричала на своего ездового. Это была симпатичная блондинка на красном драконе. Существо летело рассеяно, постоянно оглядываясь на толстый зад черной утки, то и дело своим телом что-то задевая. Линь Хуан нахмурился, видя как дракон летит к его балкону. Тупой дракон. Остановись сейчас же. Там же кто-то есть. Била блондинка дракона по голове, но тот полностью игнорировал ее вопли и шлепки. Все его внимание было сфокусировано на жирном заде утки, которую он вознамерился откусить, попутно летя прямо в балкон Линь Хуана. Впрочем, для дракона это было лишь незначительное препятствие. Нет. Заорала девушка и закрыла глаза в тот момент, когда дракон врезался в Линь Хуана. Впрочем, девушка ощутила сильный толчок, от чего потянула ездового на себя, едва не упав с него. Открыв глаза, она увидела исчезающий темный щит. Молодой парень стоял перед драконом целый и невредимый, в то время как само существо потеряло сознание и начало падать на землю. Девушка спрыгнула со спины своего ездового, приземлившись на балкон Линь Хуана. Спасибо. Хорошо, что ты сумел его остановить. Блондинка знала, что ее дракон потерял сознание. Ей стало любопытно, как Линь Хуан, будучи красного священного пламени, сумел вырубить ее золотого дракона. Прежде чем она успела что-то сказать, за ней кинулась толпа людей, все они кричали что-то о компенсации за то, что уничтожил ее дракон. Мне очень жаль. Я за все заплачу. Девушка искренне извинилась и поклонилась людям, после чего повернулась к Линь Хуану. Мне очень жаль. Я отблагодарю вас после того, как улажу дела с возмещением убытков. Не стоит это мелочи, покачал головой Линь Хуан. Нет, я должна. Я вернусь завтра и угощу вас едой. Не дожидаясь ответа, она прыгнула вниз и отозвала дракона, после чего пошла вместе с пострадавшими. Так значит она, приручитель, приподнял бровь Линь Хуан, видя как девушка отзывает дракона. Глава 622. После обеда Линь Хуан планировал посетить Черный рынок. Хоть он и получил много информации от Суньба за даром, некоторые данные можно было получить только на рынке, включая сведения о трижды мутировавшихся обычных монстрах, местах их обитания и боевом ранге в различных уровнях Диких Зон. Основная причина, по которой он прибыл в 3-й дивизион крылась в том, что он хотел отыскать себе подходящего монстра с огнивом. Но теперь он был еще более мотивирован, после того как на мистеров у напали. Как раз собравшись уходить, Линь Хуан ощутил, что происходит что-то странное. Казалось, будто кто-то некоторое время завис на балконе ниже этажом и теперь двигался выше. Глядя на балкон, Линь Хуан нахмурился. Он понятия не имел, вор это или нечто иное. Вскоре показался человек и как только Линь Хуан был готов атаковать, он присмотрелся и узнал блондинку, которую видел сегодня утром. Девушка стояла за раздвижной дверь на балконе. Увидев Линь Хуана, она сначала удивилась, но потом обрадовалась и помахала. Я вернулась. Линь Хуан покачал головой и открыл ей дверь. Ты не могла воспользоваться входной дверью? Я хотела, но не знаю ни твоего имени, ни номера комнаты. Пришлось идти туда, куда помню. В этом паршивом отеле все балконы выглядят одинаково, мне пришлось заглядывать чуть ли не в каждый, но, к счастью, мне удалось тебя найти. Ее слова объяснили Линь Хуану, почему она задерживалась у других балконов. Ну что же, входи, пригласил ее Линь Хуан. Хэм, ничего особенного. Тот, в котором остановилась я, будет получше. Оглянувшись, прокомментировала девица. Тут тоже неплохо, ответил Линь Хуан, не желая зацикливаться на этой теме. Разве ты не сказала, что зайдешь завтра? Мне было скучно, поэтому я решила прийти сейчас. Девушка взглянула на Линь Хуана. Разве нельзя? У меня есть дела во второй половине дня. Линь Хуан не стал отвечать на ее вопрос. Давай просто пообедаем, я угощаю. Начала девушка. Я уже пообедал. Линь Хуан указал на коробку для завтрака в мусорном ящике. Сейчас было обеденное время, поэтому ресторан в отеле забит. Линь Хуан заказал еду в номер и пообедал в своей комнате. Девушка сначала подумала, что Линь Хуан просто пытался быть вежливым, но увидев коробку в мусорке, она поняла, что он не обманывает. Ланчбокс. Я угощу тебя кое-чем вкуснее. Решительно взглянула она на Линь Хуана и двинулась к выходу, думая, что парень просто беден, раз остановился в такой скромной комнате и обедал какими-то бич-пакетами. Все в порядке, ты милая, но у меня правда дела. Линь Хуан открыл ей дверь, намекая на то, чтобы она ушла. А куда ты идешь? Я могу пойти с тобой, мне все равно делать нечего. Блондинка вела себя безрассудно, явно не боясь того, что ее новый знакомый мог бы быть работорговцем. Линь Хуан решил, что она, возможно, из какой-нибудь богатой семьи, иначе как ей удается выживать с такими плохими социальными навыками. Я иду на черный рынок. Это не место для таких девушек, как ты. Люди, которые посещают черный рынок, как правило состоят в преступных организациях. Линь Хуан подумал, что девушка может испугаться, услышав это, но ответ был весьма неожиданным. О, черный рынок. Никогда там не было. Папа и сестра не пускают меня туда, а сама это место я найти не могу. Я слышала, там есть много хороших вещей, всегда хотела туда попасть. Раз ты идешь туда, возьми меня с собой. Девушка с нетерпением смотрела на Линь Хуана. У меня там дела и ты будешь мешать. Сразу же отказался Линь Хуан. Он начал думать, что эта девица может быть еще более хитрым мошенником, чем Суньба. Просто отведи меня туда. Пока ты будешь заниматься своими делами, я поброжу по рынку и не буду тебе мешать. Встретимся у выхода и пойдем ужинать. Я угощу тебя вкусняшкой. Я буду донимать тебя каждый день, пока не отплачу, если ты не пообещаешь взять меня с собой, настаивала она, заметив хмурый взгляд Линь Хуана. То, что я сделал сегодня утром, обычное дело. Не нужно воспринимать это так серьезно. Линь Хуан не ожидал, что девица окажется такой упорной. Для тебя может и обычное, а для меня нет, серьезно ответила она. Не сделай ты того, что сделал утром, мой глупый дракон уничтожил бы куда больше вещей и мне пришлось бы заплатить еще больше денег. Более того, этот здоровяк мог бы и убить кого-нибудь. За такое мне бы влетело от папы. Не люблю, когда меня ругают. Кроме того, отец учил меня, что мы должны помнить тех, кто нам помог. Ты мне очень помог, поэтому я хочу от всего сердца тебя отблагодарить. Если ты не примешь мою благодарность, этот долг навсегда останется в моем сердце. Выслушав эту длинную историю, Линь Хуан не стал возражать, поскольку понял, что девушка так просто от него не отвяжется. Обдумав это, он в конце концов кивнул. Ладно, я отведу тебя на черный рынок, но тебе придется меня слушаться. Не бегай туда-сюда, просто подожди, пока я не улажу свои дела, а потом я покажу тебе рынок. После ужина все закончится и ты пойдешь домой и притворишься, что никогда меня не знала. Хоть девушка и выглядела наивной. Линь Хуан не расслаблялся, ибо люди могут попытаться сблизиться с ним из-за мистера Фу. Хоть его маскировка и могла обмануть императоров, некоторые люди с уникальными навыками все еще могут видеть сквозь нее. Заметана. Девушка кивнула, услышав, что Линь Хуан согласился. Она протянула для рукопожатия руку. Забыла представиться, меня зовут я Хуань Хуань. Линь Хуан понял, что она совсем не обратила внимания на его слова. Он велел ей сделать вид, будто она его не знает, но теперь она представилась и было неясно, сделала ли она это нарочно. У Мин он решил все же пожать руку. Что это за имя такое, вовсе на имя то и не похожее. Что за Мин? Это как Гуан Мин? Я могу звать тебя Сиамин? Линь Хуан проигнорировал ее вопросы и вышел из комнаты. Дверь закрой. Сказал он я Хуань Хуань, которая осталась позади. Глава 623 о местонахождении черного рынка Линь Хуан узнал у Суньба. Он был расположен возле оживленной улицы на юго-востоке города. Выйдя из отеля, Линь Хуан призвал грома, чем удивил я Хуань Хуань. Ты тоже приручитель? Линь Хуан кивнул. Он уже знал, что и девушка приручитель, когда они встретились рано утром. Какое совпадение? Я тоже. Кажется, Хуань Хуань думала, что раз у них есть что-то общее, это делает их ближе друг к другу. Она призвала певчую птицу, возможно переживая, что дракон снова начнет портить чужое имущество. Ее певчая птица была дважды мутировавшей и уровня золотого священного пламени. Едва ее призвали, она начала привлекать внимание громким щебетом, а также яркой окраской перьев. Казалось, будто птица гордилась, когда на нее смотрели и когда она снова собралась защебетать, она заметила смотрящего на нее грома. Птица тут же захлопнула клюв и отодвинулась в сторону. Гром отличался певчей птицей, поскольку был жестоким хищником, а она лишь питомцем с мелодичным голосом. Несмотря на то, что оба были дважды мутировавшие, даже если бы они находились на одном боевом уровне, гром все равно будет выше по пищевой цепи. Не говоря уже о том, что на данный момент орел был один го уровня бессмертия, а певчая птица на уровне золотого священного пламени. Почему ты так напуган, Сяхун? Девушка заметила изменения в поведении своего питомца и с улыбкой на лице погладила того по перьям. Птица была расстроена и проигнорировала Хуань-Хуань, отвернув голову. Полетели, Линь-Хуань похлопал орла по спине, и они взлетели. Яхунь-Хуань последовала за ними. Сидя на спине грома, Линь-Хуань вспомнил, что ранее был слишком занят и ему нужно снова начать ухаживать за своим старым партнером. Он планировал использовать на нем карту продвижения, чтобы орел прошел третью мутацию, а также карту перерождения и сгущения крови. После всего этого способности грома преобразятся. Раньше он использовал все карты продвижения, перерождения и сгущения крови, поэтому отложил эту затею в сторону, а теперь у него осталось всего 340 карт и нужно начинать новый круг сбора наград за убийство противников выше рангом, когда он перейдет на уровень синего священного пламени. Этот город был почти такого же размера, что и белый столица, которая простиралась на 12 миллионов квадратных километров, почти как Россия на земле. Расстояние от отеля до Черного рынка составляло 2500 километров и у ребят ушло больше 40 минут, чтобы добраться туда. Следуя команде Линь-Хуана, гром приземлился на вершине небоскреба, и певчая птица последовала за ним. Погладив крыло орла, Линь-Хуан отозвал его обратно в форму карты. «Твой питомец такой послушный!» С завистью прокомментировала я Хуань-Хуань, после чего покормила птицу бобами и отозвала. Линь-Хуан впервые увидел отношения между приручителем и его монстром, и на его взгляд это было интересно. Его картам монстров не нужно было есть, в отличие от обычных домашних монстров, которых нужно каждый день кормить и которые каждый день срут. И хоть у каждого был свой характер, они не закатывали Линь-Хуану истерик, подобно певчей птице, и не игнорировали приказы, как этот дракон сегодня утром. По факту, они всецело подчинялись Линь-Хуану. Размышляя над этим, Линь-Хуан решил, что не может считаться квалифицированным приручителем. И хоть я Хуань-Хуань иногда испытывала на себе капризы своих монстров, она все равно была куда более квалифицирована во многих отношениях, чем он. Пошли, Линь-Хуан отвел взгляд от Хуань-Хуани, взглянул на улицы внизу. «Значит это там, на оживленных улицах?» «Там столько людей!» Отозвав птицу, девушка смотрела туда, куда и Линь-Хуан, только не на черный рынок, а на оживленную улицу рядом. «Следуй за мной!» Линь-Хуан спрыгнул вниз и грациозно приземлился. Хуань-Хуань взвизгнула и спрыгнула следом, после чего Линь-Хуан вошел на территорию черного рынка, что находилась в 10 метров от него, а блондинка последовала за ним. «Когда они прибыли ко входу, я Хуань-Хуань посмотрела на переполненные людьми улицы в 20 метрах от них. Она явно была разочарована. Так значит нам не туда. Иди за мной и не отходи. Если тебя поймают работорговцы, это будет не моя проблема», предупредил ее Линь-Хуан, шагая вперед по переулку. «Какие работорговцы? Я что, похожа на трехлетнего ребенка?» Хихикнула девушка. Линь-Хуан остановился и уставился на наивно хихикающую Хунь-Хуань. «Тут в самом деле есть работорговцы?» Пришла в шок она, заметил серьезное выражение лица Линь-Хуана. «Конечно, это же черный рынок. Любой из магазинов может заниматься работорговлей. Хайм-Им-Им, если они посмеют прикоснуться ко мне, я велю своему глупому дракону их покусать». Хуань-Хуань была все так же беззаботна. «Лучше бы тебе не призывать своего дракона, иначе тебя заприметят нехорошие люди. На черном рынке вполне могут находиться бессмертные или даже императоры. Для них твой дракон – сокровище. Покажи его им и проблем не оберешься». Как только девушка хотела возразить, впереди открылась дверь и в переулок вышли пятеро молодых людей, одетых как бандиты. Все они находились на уровне золотого священного пламени. «Убейте парня, а девицу поймайте. Потом по очереди с ней повеселимся, впился взглядом в Линь-Хуана их светловолосый лидер с персингом в носу, потом переведя свой взгляд на Хуань-Хуань. У остальных парней волосы были цветастые, как будто вымазанными в акварели тоже имелся персинг в носу. «Иди в жопу», – сказал Линь-Хуан. «Над робкими на черном рынке издеваются. Конечно же, чтобы быть бесстрашным, нужно иметь и способности, иначе рынок ты покинешь в мешке для трупов. Убийства были запрещены везде в цитадели, кроме черного рынка. Ух ты, пытаешься геройствовать?» С удивлением взглянул на Линь-Хуана лидер. «Если не отвалишь сейчас, потом уже не будет времени», – уставился на него Линь-Хуан, игнорируя все остальное. «Убейте его и его бабу. Мы сможем повеселиться с ней, даже если она будет дохлая». Ответ лидера ошеломил Линь-Хуана, но ненадолго. Я Хуань-Хуань в ужасе наблюдала, как к ней приближаются мужчины. Она уже собралась призвать дракона, как в воздухе что-то полыхнуло, когда Линь-Хуан поднял руку. В этот же миг во лбах мужчин появились дырки и они упали на землю. Одним махом убив пятерых, движением пальца и с помощью телекинеза, Линь-Хуан снял с них кольца и убрал в хранилище. Они мертвы. Хуань-Хуань была в шоке, глядя на трупы из голов которых сочилась кровь. Пошли. Линь-Хуана не беспокоило состояние девушки. Он перешагнул через трупы и пошел вперед. Немного поколебавшись, девушка последовала за ним. «Гугла перл. Значит это там, на оживленных улицах? Там столько людей!» Отозвав птицу, девушка смотрела туда, куда и Линь-Хуан, только не на черный рынок, а на оживленную улицу рядом. «Подписывайтесь на меня!» Линь-Хуан прыгнул и грациозно упал на землю. Клите блогеры, чего только не сделают ради количества подписчиков. Глава 624. Поскольку пятеро мужчин уровня золотого священного пламени были убиты одним ударом, владельцы магазинов и посетители, которые уже были готовы наслаждаться захватывающим шоу, вернулись в магазины. Все они делали вид, будто ничего не видели. Помимо того, что Линь-Хуан продемонстрировал потрясающие способности, он и отправил им всем сообщение, что будучи красного священного пламени он обладает силой бессмертного. Все понимали, что такой гений должен быть основным членом высшей организации и люди, которые рискнут прикоснуться к нему, погибнут ужасной смертью. Линь-Хуан вел Хунь-Хуань все глубже в переулок. Как только они исчезли из виду, несколько человек бросилось к трупам. Через пару секунд тела растащили и двое мужчин даже чуть не подрались за счастье владеть одним из них. Это для обычного человека труп бесполезен, но для многих здешних бизнесменов мертвое тело – нечто ценное, что можно продать кукловодам или ведьмам. Целое человеческое тело золотого священного пламени можно продать по цене выше, чем тела монстров того же уровня. Конечно же Линь-Хуан понятия об этом всем не имел. Впрочем, даже если бы и знал, то все равно ему некому эти тела было бы продать. Пройдя по переулку, вскоре они прибыли на главную улицу Черного рынка. Тут магазинов было куда больше, но дела шли медленно. Если считать Линь-Хуана с Хуань-Хуань, то количество посетителей и наполовину не заполнит все здешние магазины. Тут так тихо. Девушка была расстроена, выйдя из переулка. Она молчала, пока они не пришли к настоящему Черному рынку. Большая часть торговли сейчас происходит в Хиартнет-Е, поэтому все меньше и меньше людей делают покупки в обычных магазинах. Обернулся к ней Линь-Хуан. Тогда почему ты тоже не сделал это по сети? Спросила Хуань-Хуань. Там много мошенников, которые торгуют фальшивой информацией. Я предпочитаю совершать сделки в магазинах. Тут меньше мошенников, терпеливо объяснил Линь-Хуан. Но что если и тут они будут? Он ведь может просто закрыть магазин и слинять. Девушка была полна решимости разобраться в этом. Если это произойдет, я постараюсь найти этого мошенника и заставлю его за все заплатить. Хоть Тон Линь-Хуана и был спокойным, Хуань-Хуань ощутила холодок и сразу же вспомнила трупы у входа в рынок. Ты всегда убиваешь? После минутного молчания спросила она. Если не я, то меня. Он не стал прямо отвечать на ее вопрос. Ты поэтому не называешь мне свое настоящее имя? Боишься, что я тут, чтобы тебя убить? Хуань-Хуань знала, что имя, которое он ей назвал, было поддельным. Тогда она просто притворилась. Слишком много людей хочет меня убить. Мне нужно быть осторожным. Признался Линь-Хуан. Он настороженно относился к своей настырной спутнице. После этого разговора они замолчали. Вскоре Линь-Хуан нашел магазин, торгующий информацией, о котором рассказывал Суньба. Жди меня в зале, никуда не уходи и не влипай в неприятности. На черном рынке много таких, как те парни на входе, среди них и более сильные найдутся, напомнил Линь-Хуан, когда они вошли в магазин. После чего Линь-Хуан проследовал за девушкой персоналом в комнату, где его ждала дама лет за 30, с фигуристым, но не толстым телом. Ее боевой ранг, казалось, был сокрыт реликвией, поэтому Линь-Хуан ощущал лишь ауру обычного человека. Дорогой гость, что же вы хотите узнать? Дама казалась чрезвычайно милой, и Линь-Хуан ощущал себя комфортно. Она не использовала никаких очаровывающих навыков, все дело было в ее особенном голосе. Я хочу знать все подробности о трижды мутировавших монстрах уровня священного пламени и бессмертия в этом дивизионе. Кроме того, мне нужна вся информация об опасных и запрещенных землях, а также монстрах в них, напрямую спросил Линь-Хуан. Дама с улыбкой приподняла бровь. Немногие просят такую информацию. Это огромное количество данных, и мне потребуется некоторое время, чтобы все это собрать. Не могли бы вы прийти завтра? Конечно, кивнул Линь-Хуан. Нужно ли вам еще что-то? Спросила она. Линь-Хуан задумался и кивнул. Все детали о преступных организациях в 3М-дивизионе. Это будет сложно. Я могу предоставить вам информацию только о цитаделях от А до С-классов, с учетом того, что С-класс уже является достаточно сложным делом, чего уже говорить о цитаделях Б-классов. Но, похоже, что ни одна организация не желает забирать себе цитадели Д-классов. Сапа С-класс достаточно, кивнул Линь-Хуан. Если вы не торопитесь, можете прийти за информацией завтра, улыбнулась дама Линь-Хуану. Хорошо. После перевода комиссии, Линь-Хуан дал контактный номер Линь-Се. Просто отправьте все на этот номер. Приходите еще. Выходя из комнаты, Линь-Хуан услышал сладкий голос дамы. Вскоре он заметил, что я Хуань-Хуань в зале нет. Он нахмурился и спросил у девушки, что отвела его в комнату. Вы не знаете, куда пошла девушка, что была тут. Она пошла в соседнюю торговую комнату сразу после того, как вы ушли, объяснила она. Вскоре Хуань-Хуань вернулась. Разве я не просил тебя никуда не уходить? Я слышала, что тут продают информацию, а у меня как раз было что спросить. Более того, я не покидала магазин, а значит это не считается уходом, отрицала она. Линь-Хуан не хотел с ней спорить. Выйдя из магазина, Линь-Хуан, как и обещал, отправился с Хуань-Хуань гулять по рынку. Девушка останавливалась всякий раз, когда видела что-то интересное, прямо как любопытный ребенок, завидевший забавную вещицу. Обойдя большую часть магазинов, Хуань-Хуань накупила множество вещей, о которых Линь-Хуань ничего не знал. Она сказала, что потратила все свои деньги на предметы, которые никогда в жизни не видела, но приобрела она их как коллекционки. Линь-Хуан не стал ей говорить, что некоторые из ее покупок на самом деле были древними плевательницами. Где-то в шесть вечера они, наконец, вышли из рынка. Я Хуань-Хуань открыла карту, внесла координаты и призвала певчую птицу. Помахав Линь-Хуану, она сказала, полетели, я отвезу тебя в одно отличное местечко. Глава 625 стало очевидно, что Я Хуань-Хуани с богатой семьей, когда она привела Линь-Хуана в шикарный ресторан под названием Бахуанский гурман. Это место выглядело как великолепный дворец, в котором живет настоящий император. Каждый его уголок был тщательно продуман и украшен, совсем не так, как обычно помпезно и безобразно это делал средний класс. Линь-Хуан тайно поискал в сети информацию об этом ресторане и обнаружил, что принадлежит он полубогу. Даже само здание являлось реликвией класса полубога, точно так же, как и штаб-квартира правительства в 7-м дивизионе. Это также был первый официальный ресторан города Бахуан и занимал он 9-е место во всем 3-м дивизионе. Известным он стал благодаря отзывам и невероятно вкусной еде. У данного заведения был лишь один недостаток, его меню чертовски дорогое. Конечно же здесь подавалось почти все, включая дважды мутировавших монстров уровня императора. Пока у посетителя есть достаточно денег, они могут заказать даже трижды мутировавшего монстра или какой-нибудь редкий вид по типу драконов. Однако цена таких монстров куда выше даже той, что приручители берут за живое существо. Казалось, что Хуань-Хуань была тут постоянным клиентом. Она отвела Линь-Хуана прямо на третий этаж и попросила отдельную комнату. Увидев цены в меню, Линь-Хуан пришел в шок. Цена за тарелку равнялась третьей туши монстра на рынке. Ресторан имеет на этом неплохую прибыть. К примеру, взрослый свиномонстр весит более 5 тонн, а мясо с жиром в его теле составляли 70%. Не считая костей, если извлечь чистое мясо, что занимает 35% его тела, весы покажут 1,75 тонны. Если предположить, что содержимое тарелки весит полкило, то один свиномонстр эквивалентен 3500 тарелок. Более того, кости свиномонстра можно использовать для варки супа, тушеной свинины или барбекю. Воловая прибыль была в тысячи раз больше. За вычетом расходов, чистая прибыль ресторана в сотни раз превышала прибыль обычных заведений. Ребята заказали на ужин 4 блюда и суп. Это стоило более 5000 кристаллов жизни. Модифицированная реликвия три Гогрида стоит 4000, в то время как за 5 можно было получить реликвию под заказ. Линь-Хуана смутило то, что Яхуань-Хуань будет сама за это платить, поэтому под предлогом отлучиться в уборную, он подошел к сотрудникам, чтобы договориться об оплате, но там ему сказали, что ужин бесплатен. Линь-Хуан был удивлен, ведь он не знал, что Хуань-Хуань такая важная шишка. Не спрашивая больше ничего, он вернулся обратно в комнату на третьем этаже. Он не планировал узнавать о ней больше, поскольку после ужина они больше не увидятся, и какой бы интересной ее личность не было, это не его дело. Яхуань-Хуань понятия не имела о том, что Линь-Хуан только что пытался пойти и заплатить. Смешным было то, что человек красного священного пламени не мог совладать со своим мочевым пузырем, но она делала вид, что ее это не беспокоит. В восемь вечера, когда уже небо стемнело, они закончили с ужином. Спасибо за ужин, сказал Линь-Хуан, заметив, что Яхуань-Хуань наконец положила палочки для еды на стол. Ну как оно, великолепно, не правда ли? Девушка была довольна. Отлично, как-нибудь я еще раз тебя угощу. Через два дня я покину Бахуань. Линь-Хуан планировал уйти после того, как узнает местонахождение подходящего монстра. Куда ты пойдешь? Сразу же спросила она. Пока не знаю. Решу завтра, когда получу информацию, честно ответил Линь-Хуан. Ты еще вернешься? Не знаю, посмотрим. Ау, девушка помрачнела. Когда они вышли из ресторана, Хуань-Хуань встала у входа и спросила. Теперь то ты можешь назвать мне свое имя? Линь-Хуан некоторое время колебался, но все же кивнул. Меня зовут Линь-Си. Поскольку это была новая личность, Хуань-Хуань не сможет ничего найти. Кроме того, если все пойдет об плану, на следующий день он покинет город, и она его не отыщет. Я запомню. Кивнула она и схватила Линь-Хуана за руку, снова представившись. Меня зовут я Хуань-Хуань. Теперь мы официально друзья. Линь-Хуан сначала хотел отдернуть руку, но не стал этого делать. Поступок девушки превзошел все его ожидания. Мне нужно идти домой, иначе меня отругают. Если повезет, то еще увидимся. Хуань-Хуань убрала руку и призвала белую пространственную реликвию. Помахав на прощание, она вошла во врата. Линь-Хуан улыбнулся и покачал головой, наблюдая, как девушка исчезает в портале. Она оказалась страннее, чем он думал. Не задерживаясь на месте, Линь-Хуан призвал и свою реликвию. Вернувшись в отель и ожидая, что завтра у него будет тяжелый день, Линь-Хуан решил лечь спать уже в 11 часов. Как всегда, перед этим он решил просмотреть новости, и кое-какие заголовки привлекли его внимание. Маленькая принцесса посреди ночи встречается со странным мужчиной. Под заголовком было фото, где Линь-Хуан держал за руку Хуань-Хуаню входа в ресторан «Бахуанский гурман». Принцесса, Линь-Хуан нажал на новость. Спустя три предложения в этой новости, Линь-Хуан наконец узнал истинную личность Хуань-Хуань. Она дочь первой семьи города Бахуан. Несмотря на то, что город находился под контролем Пурпурного ворона, семья Я являлась первой семьей, что жила тут еще 700 лет назад. Они также были родом приручителей. Среди восьми топовых семей Я – семья первого эшелона. Они имеют высокий статус и живут в Бахуан уже множество лет. Даже Пурпурный ворон избегает их, ведь они – настоящая королевская семья. Основателем ресторана Бахуанский гурман был прадед Я-Хуань-Хуань. Теперь Линь-Хуан понял, почему она может есть там бесплатно. В своей семье она младшая, ей всего 17 лет. Также имеет сестру Ялан и обе они – единственные дети в последнем поколении, поэтому – драгоценны. Их прозвали старшая принцесса и маленькая принцесса города Бахуан. Самой популярной о маленькой принцессе было то, что каждые шесть месяцев она получала нового призывного монстра и в это же время она разрушала город. На самом деле, это происходило не специально, поскольку ей только предстояло наладить контакт с новым монстром, который при смене окружающей среды терялся и рушил здание. Дракон, с которым утром столкнулся Линь-Хуан, был как раз из такой ситуации. Сначала никто не осмеливался просить компенсации, поскольку семья Я была очень влиятельной, однако девочка каждый раз сама вызывалась платить за ущерб и давала всегда намного больше, чем нужно. С тех пор все к этому привыкли и даже радовались, если маленькая принцесса разрушит их дом. Не знал, что стану знаменитым в свой первый же день в 3М-дивизионе, подумал Линь-Хуан. Он не знал, плакать ему или смеяться после того, как он узнал о семье Я. Глава 626. На следующее утро, умывшись, Линь-Хуан спустился в буфет второго этажа. Набирая себе еду, он вдруг заметил, что за ним много кто наблюдает. Сначала он не беспокоился по этому поводу, но сев за стол и осмотрев набранную еду, он понял, что смотрит именно на него. Некоторые даже тыкали пальцем и шептались, да что такое, Линь-Хуан осмотрел себя сверху донизу. Ему казалось, что одет он хорошо, после чего на своем кольце он включил режим селфи, чтобы взглянуть на лицо. С каждой секундой он становился все более скептически настроенным. Почему они все на меня смотрят? Позавтракав, он покинул ресторан. Заметив, что и сотрудники отеля с любопытством на него смотрят, он не удержался и спросил. Почему вы на меня смотрите? Со мной что-то не так. Дорогой гость, разве вы не читали местные новости? Девушка-сотрудница спросила его в ответ. Местные новости? О том, что вы прошлой ночью встречались с маленькой принцессой. Это стало новостью года в Бахуане, улыбнулась она. Людям в Бахуане явно больше нечем заняться, подумал Линь-Хуан. Вернувшись в свою комнату, он узнал, что ночью комментарии к новости буквально взорвались. Маленькая принцесса моя, этот странный чел пусть лесом идет. У него же на лбу написано, что он ублюдок, обманывающий маленьких девочек. Даю 5 кредитов тому, кто найдет его адрес. Хочу зарезать собаку. Лайк предыдущему посту и плюс 1 кредит. Не забудь застримить, как будешь его резать. Поддерживаю. Плюс 2 кредита. Я подарю тебе куриных ножек, если застримишь. Плюс 3 кредита. Чувак, захвати больше куриных ножек и за Марину и черт, слюнки потекли. Плюс 4 кредита. Кажется мы нашли людоеда. Репорт. К одной этой новости было почти 100 тысяч комментариев. Линь Хуан зарегистрировал новый аккаунт в Вейбой и узнал, что все местные жители обсуждают одну и ту же тему. Десятки тысяч тем были созданы за одну ночь, и их число росло с каждой секундой. Это было потрясающе. Линь Хуан потерял дар речи. Это все та девица. Его план состоял в том, чтобы какое-то время оставаться инкогнито в 3М дивизионе и сосредоточиться на повышении уровня. Засветиться он мог бы и на уровне бессмертия, но он не ожидал, что станет знаменитым в городе Бахуан уже на второй день своего приезда в 3-й дивизион. Если тема станет номером один в разделе просмотров, не только этот город, но и другие цитадели увидят его лицо. К счастью, его лицо замаскировано и даже полубок по фотографии ничего не поймет. Линь Хуан успокоился и стал читать другие новости, а также публичную информацию о черном рынке. Где-то в 9 утра он получил сообщение от дамы. Прежде чем он смог открыть вложение, дама отправила запрос на видеозвонок. Нахмурившись, он решил ответить. Доброе утро, дорогой клиент. Зачем вы звоните? В основном, чтобы рассказать вам о документах, что я вам отправила, дама звучала как обычно мило. Конечно, но я уверен, есть и другая причина. Излагайте. Знаете ли вы, что много кто связался с нами, чтобы узнать о вас и это все после вчерашних новостей? Улыбнулась она. И мы пробили вас, но ничего не нашли, так что заработать не особо получилось. Неужели хотите поделиться заработанным со мной? Линь Хуан оставался спокойным. В Линьсе не было ничего особенного, поэтому вполне естественно, что ей не удалось ничего найти. Вы такой шутник. Улыбнулась дама. Хватит ходить вокруг да около, просто скажите, чего хотели. Линь Хуан прекрасно знал, что женщина позвонила не просто поболтать. Ладно, тогда перейду к делу. Она стала серьезной. Поскольку вы запросили информацию о монстрах, я уверена, что вы собираетесь их убить. Не могли бы вы продать их туши именно нам? Мы купим их по рыночной цене. Почему я? Спросил Линь Хуан. Нам срочно нужны запасы. Мы же связались с заказчиками, способными охотиться и вы один из них. Вы доказали, что обладаете потрясающими способностями убивать. Именно таких партнеров мы ищем. Я ведь могу продать их любому, кому захочу. Что я получу, если продам трупы именно вам? Спросил Линь Хуан. Пока вы согласны с нами сотрудничать, вы будете считаться нашим партнером и вашу личность мы не станем разглашать. Хитро сказала она. Тем более вашу особенную личность, когда мы раскопаем, кто вы есть на самом деле. Сердце Линь Хуана сбилось с ритма. Дама знала, что он использовал поддельную личность. И кто же я на самом деле? Внешне Линь Хуан оставался спокойным. Пока не знаем, поскольку не искали. Дама была честна. Но я не могу гарантировать, что кто-нибудь не потратит большие деньги, чтобы разузнать о вас. Поверьте мне, вне зависимости от того, как вы скрываетесь, всегда есть способ раскрыть вашу настоящую личность, если заплатить достаточное количество денег. Если мы станем партнерами, эта информация будет сохранена и, если понадобится, мы даже придумаем ложную. Я обычный человек и в моей личности нечего расследовать. Покачав головой, улыбнулся Линь Хуан. Я даже не знаю, как вы могли прийти к такому ложному предположению. Без каких-либо практических преимуществ я не стану возвращаться сюда каждый раз, чтобы продать вам трупы монстров. Я могу сделать это в любом месте за те же деньги. Так удобнее. Если это все, то я вешаю трубку. Подождите. Дама была удивлена ответом Линь Хуана, но вскоре она придумала новый план. Мы дадим вам скидку в 20% на любые наши услуги. Можете ли вы дать скидку лучше? Приподнял брось Линь Хуан. 20% это максимум того, что я могу предложить, покачав головой, улыбнулась дама. Пожалуйста, не ставьте меня в тупиковую ситуацию. Хорошо, я согласен, согласился Линь Хуан. Вешая трубку, он ощутил облегчение. Он едва не признал свою поддельную личность, но, к счастью, оказался достаточно умен, чтобы все отрицать. В то же время, в другом помещении, дама хмурилась, смотря на данные личности Линь Хуана в своей руке. Он согласился, спросил стоящий у двери мужчина в очках. Да, согласился на скидку в 20%, что я предложила, выдавила она из себя улыбку. Разве вы не сказали, что сможете заставить его говорить, поскольку знаете, что его личность фальшива? Мужчина был удивлен. Он это отрицал. Дама покачала головой. Я прошерстила его личность, и там нет ничего такого. Мои инстинкты говорят мне, что он использует фальшивку, поэтому я попыталась поймать его, но проиграла. Может в этот раз я была не права в любом случае, такое уже случается не в первый раз. Возможно вы слишком устали. Отдыхайте больше, хорошо? Утешил ее мужчина в очках. Глава 627. Рано утром в резиденции я, после душа, Хуань Хуань шла завтракать, напивая себе под нос. Ее отец, мать и сестра сидели за столом, не спеша ели и поглядывали на девушку. Сестра, когда ты вернулась, Хуань Хуань была удивлена увидеть ее дома. Сегодня утром, ответила Ялан. Так рано? Ты же всегда возвращаешься в обед, почему пришла утром? Хихикнула Хуань Хуань. Моя последняя миссия была как раз возле дома, поэтому я и зашла. Ау. Я Хуань Хуань перекинулась парой слов с сестрой, прежде чем присоединиться завтраку. Хуань Хуань, где ты вчера была, что вернулась домой так поздно? Через какое-то время спросила мать. Разве я не рассказывала? Я угощала своего нового друга. Во второй половине дня мы закончили с покупками, и я угостила его ужином. Прежде чем вернуться домой, Хуань Хуань пропустила часть про черный рынок. Ты угощала кого-то ужином? Ялан, это показалось странным. Да, я же говорила тебе о парне, который вырубил тупышку. Вчера утром с улыбкой сказала Хуань Хуань. Тупышка, Ялан, казалось, перестала понимать свою сестру. Дракон, которого ты ей недавно подарила, беспомощно объяснила мать. Разве ты не назвала его Хун Хун? Нахмурилась Ялан. А я изменила имя, он такой глупый. Объяснила Хуань Хуань. Небось каталась на нем еще до того, как пришла к соглашению со своим призывным монстром. Ялан посмотрела на сестру. Разве я тебе не говорила, что тебе нужно не меньше трех месяцев тренировать монстра, прежде чем призывать его на публике? Он дома, он вел себя хорошо. Спорила Хуань Хуань. Это была лишь предварительная тренировка. Тебе нужно больше, в том числе и тренировок от отвлечения. Ты всегда вытаскиваешь своих монстров после предварительной тренировки, игнорируя остальные. Оно и понятно, почему они сходят с ума, видя так много людей и летающих ездовых вокруг. Отчитывала сестру Ялан. Сколько улиц ты разрушила вчера? Немного, около двух. Усмехнулась Хуань Хуань. А все благодаря моему другу. Если бы он не дал леща тупышке, от чего тот потерял сознание, не знаю, сколько бы компенсации мне пришлось бы заплатить. Поэтому в благодарность я и угостила его ужином. Он вырубил твоего трижды мутировавшего дракона уровня золотого священного пламени всего одним ударом? Ялан приподняла бровь. Твой друг уровня бессмертия? Неа, всего лишь красного священного пламени, взволнованно сказала Хуань Хуань. Даже ты не смогла бы его победить, будь вы одного уровня. Он не только вырубил тупышку, он даже убил. И тут Хуань Хуань поняла, что она ляпнула что-то не то, поэтому тут же замолчала. Кого он убил? Ранее молчавший отец нахмурился и задал вопрос. Никого, опустив взгляд, Хуань Хуань сунула в рот хлеб. Он убил перед тобой человека? Настаивал отец. Нет, отрицала Хуань Хуань. Она знала, что если родители узнают о том, что сделал Линь Хуан, они заставят ее перестать с ним дружить. Ее родители переглянулись. Они знали, как их дочь ведет себя, когда лжет и сейчас ложь тоже была очевидна. Тебе нельзя больше видеться с этим человеком, яростно сказал отец. Хуань Хуань, не приближайся к таким людям. Ты уже угостила его ужином, а значит отплатила. Несмотря на мягкий тон матери, посыл ее слов имел тот же контекст, что и у отца. Хуань Хуань, трижды мутировавший дракон, которого я тебе подарила, будучи уровня золотого священного пламени, обладает способностями 2го уровня бессмертия. Поскольку твой друг всего лишь уровня красного священного пламени, но сумел вырубить дракона одним ударом, доказывает, что фактическая боевая мощь парня делает его гением. Если бы мне на красном священном пламени пришлось бы сразиться с бессмертным монстром 2го уровня, я бы проиграла. Чего уже говорить о победе одним ударом. Такой человек должно быть обучается в могущественной организации и в 3М дивизионе, помимо преступных, таких всего несколько. Я знаю большую часть из них и никогда о таком человеке не слышала. Возможно это означает, что он является членом преступной организации и, скорее всего, одной из лучших, проанализировала Линь Хуана Ялан. Я Хуань Хуань не сказала ни слова, поскольку и так уже знала, что Линь Хуан состоит в преступной организации. Такой вывод было нетрудно сделать после того, как он убил несколько людей и потому, как был знаком с черным рынком. Впрочем, она не считала Линь его плохим человеком. Я наелась, продолжайте без меня. Я Хуань Хуань положила хлеб на стол и ушла. Троица посмотрела ей вслед, не став останавливать. После того, как Хуань Хуань ушла, Ялан повернулась к родителям. Это вы избаловали ее. Я думаю, что на момент их знакомства парень не знал, кто такая Хуань Хуань, поэтому и не интересовался ею. Но теперь из-за новостей для нее слишком рискованно сближаться с ним. Дорогой выясни, кто такой этот человек. Мать взглянула на мужа. Связано ли это как-то с Хуань Хуань или нет? Мы должны выяснить, что он делает в Бахуан. Да, должны, кивнул отец. Если он придет за семьей Я, неважно из какой он организации, живым он не уйдет. Лин Хуань, находившийся в десятках километров от них и не подозревал, что его теперь преследует семья Я. Повесив трубку, он взглянул на документы, которые ему отправила дама. Один был посвящен организациям в 3М-дивизионе, с перечнем цитаделей от класса АДАС и даже с пометками отношений между организациями и их стычками в прошлом. Просмотрев его, Лин Хуань открыл второй документ, где содержалась информация о зонах высокой опасности, запретных землях и монстрах в них. Лин Хуань заметил, что количество опасных зон в 3М-дивизионе было в раза три больше, чем в 7МH-18. Затем он открыл последний документ, посвященный трижды мутировавшим монстрам уровня священного пламени и бессмертия. На данный момент, это самая важная для него информация. Лин Хуань приступил к поискам монстра с подходящим огнивом. Эпэ. Хун Хун, ярко-красный. А тупышка, моя адаптация, в оригинале там была пародия на Хун Хун в виде двух одинаковых слов «глупый-глупый». В англюсике получилось хорошо, там его зовут Думб-Думб. Глава 628 четырехликий зверь был трижды мутировавшим монстром 5го уровня бессмертия. Его гигантская голова имела 4 человеческих лица, которые смотрели в разные стороны. Помимо лиц, у него также было 16 мускулистых руки и 4 сильные ноги. Если бы такое существо оказалось на Земле, то его расценили бы как сильно обезображенного радиацией человека. Получение его огнива позволило бы Лин Хуану формировать дополнительные руки во время битвы. Демон Скорпион Аргус, трижды мутировавший демон 6го уровня бессмертия. На его голове находятся четыре больших глаза и восемь маленьких. Вся его голова была покрыта коричневым жестким панцирем, а посередине находились десятки шипов. Его темно-фиолетовые клешни превышали размеры головы, от которой до самых кончиков длинных, переливающихся зеленым цветом, хвостов росли кривые шипы. Его огнива даст Лин Хуану возможность освоить более трех сотен ядов. Был еще кеммерийский труп, трижды мутировавший духовный монстр 6го уровня бессмертия. Одето существо в просторный черный балахон, покрывающий даже его ступни. В складках рукавов скрывались пять черных ногтей по 50 сантиметров длинной, загнутых, как хвост Скорпиона. Лицо же было человеческим, но гнилым, по которому ползали личинки. Его огнива даст Лин Хуану способность управлять костями, и он сможет формировать черную кость и использовать ее в качестве оружия или щита. Сила этой кости сравнив высшей реликвии. Черный рынок предоставил Лин Хуану информацию о более чем тридцати трижды мутировавших монстрах. После тщательного исследования он сократил список до половины, оставив тех, кого он может убить. Остальные в нем были выше 7 уровня бессмертия. Он не был удивлен количеством монстров, поскольку всех трижды мутировавших отслеживали приручителей и забирали, как только находили подходящего. Помимо приручителей, были также и гении, которые могли сражаться с трижды мутировавшими монстрами, и они убивали их, чтобы добыть огнива или продать тушу. Те, что еще не были убиты или захвачены, являлись слабыми, и никто не хотел получить их в качестве питомца или добыть их огнива. Более сильные же, которых гении убить не могли, а приручители захватить иногда появлялись в труднодоступных местах, таких как запрещенные земли или участки с высокой смертностью. Закончив читать, Лин Хуан нахмурился. Среди тридцати монстров был лишь один, связанный с ДАО Клинка, но этот монстр являлся 9го уровня бессмертия. Кроме того, огнива монстра была лишь навыком Клинка легендарного уровня, но не сердцем меча, которого желал Лин Хуан. Навык же его не интересовал, поскольку у него имелись воспоминания мистеров Уи Цимусюна. А со священным писанием он уже находился на пути ДАО Клинка, и навыки ниже уровня божества его не интересовали. На уровне священного пламени у него есть всего 5 попыток получить огнива, и Лин Хуан не хотел тратить одно из них на ненужный навык Клинка. Кроме того, для этого ему придется потратить карту временной трансформации, чтобы увеличить свой ранг. Однако, кроме этих монстров, никто больше его не устраивал. Аж до обеда он не мог принять решение. Ощущая беспомощность, он призвал Блади, чтобы посоветоваться, а также связался с персоналом отеля и вскоре ему принесли две порции обеда. Когда Лин Хуан доел, Блади как раз закончил читать. «Я заказал еды и для тебя, можешь поесть, а потом поговорим», Лин Хуан указал на тарелку. Блади вытянул две антенны, высыпал в рот еду и облизал тарелку, поставив ее на место. Лин Хуан протянул ему и свою тарелку, увидев действие паразита. «Можешь и это взять». Блади не возражал доесть за Лин Хуаном, поэтому вылизал и его тарелку. «Надеюсь, сотрудники потом их помоют», пробормотал Лин Хуан. Потратив пару секунд опережевывание, паразит начал говорить, одновременно вытянув антенну, указывая на строчку в списке. «Я думаю, что вам подходит именно этот монстр». Демонический телепат Лин Хуан приподнял бровь, когда увидел монстра, на которого указал Блади. Внешне существо выглядело как человеческий ребенок, ростом не больше 120 см и одетым в черный плащ с капюшоном. Его тело было наполовину костяным, а правый глаз выглядел страшно. Телепат являлся трижды мутировавшим монстром, искусным в телекинезе и духовных атаках. В документе также было указано, что существо находится на 6 уровне бессмертия. Это идеальный выбор для Лин Хуана, поскольку сразиться с ним он может без использования карты трансформации. Однако этого монстра он откинул еще на старте. Огниво телепата даст демонический телекинез. «У меня уже есть божественный телекинез. Разве это не трата моего времени?» Покачал головой Лин Хуан. Хозяин кое-что упустил из виду. Телекинез – способность, которую можно постоянно усиливать. Божественный телекинез станет сильнее, когда вы получите демонический телекинез. Более того, самая важная часть – демонический телепат не имеет высшего разума, но он очень умный и телекинез, которым он владеет, уже развит до ужасающего уровня, сравнимого с высшим гением – мастером-телекинетиком. Хозяин не просто получит его навык телекинеза, а еще и опыт. Это целый пакет. Так хозяин сэкономит 2-3 года осваивания телекинеза. Путь телекинеза неплохо звучит, Лин Хуана переубедил совет Блади. С моей новой личностью, в 3М-дивизионе мне не совсем удобно использовать клинок. Из-за этого мои способности ближнего боя весьма ограничены, и я могу сражаться максимум с противником 2-3го уровня бессмертия. На самом деле, в воспоминаниях Цимусюна было много навыков и техник телекинеза. Но у Лин Хуана не было времени тренироваться, поэтому он отложил эту затею в сторону. Теперь же был доступен короткий путь, и Лин Хуан не хотел от него отказываться. Что же, тогда пойдем за демоническим телепатом. Глава 629 Дьявольский психокинетик 6-го уровня бессмертия оказался отличным кандидатом для повышения уровня, а также хорошо подходил на роль призывного монстра. Он не был пойман или убит только по причине того, что обитал на втором уровне запретных земель пропасть в бездну. Пропасть в бездну существовала задолго до того, как открылась первое око ужаса и являлась вторыми по опасности запретными землями в этом мире. Пропасть в бездну покрывала практически весь мир. Если взять карту мира и сильно ее уменьшить, то пропасть была похожа на гигантскую, сложную паутину. Сама пустота в ней по площади равнялась 8 из 12 безопасных зон, в то время как край в 7.13, включая и сами земли начала. Мистер Фу и остальные, кто занимался строительством дивизионов, ничего не могли с этим поделать. Неважно где они разместят безопасную зону, она всегда будет касаться пропасти в бездну. Эти запрещенные земли были опасны потому, что там не обитали монстры слабее ранга превосходства. Даже наименее могущественное существо на первом уровне пропасти являлось уровня священного пламени. На этом уровне блуждало и множество бессмертных монстров. На втором же уровне, где обитал дьявольский психокинетик, самый слабый монстр был один го уровня бессмертия, там же можно найти императоров. Что до третьего уровня, то туда не рискнет сунуться даже император, поскольку самый слабый монстр там был уровня императора и водились даже полубоги. Четвертый же уровень пропасти в бездну звался иным измерением и был изолированными запретными землями, самыми опасными в мире. Вход туда располагался на третьем уровне, но открывался в разных местах и оставался открытым каждый раз разное время. Они смахивали на руины, которые сами случайным образом открывались, поэтому место и прозвали иным измерением. Существование иного измерения было схоже с пропастью. Оно тоже открывалось еще до первого ока ужаса. Однако, во всех древних писаниях нет упоминания ком-то, кому удалось выжить и вернуться из измерения обратно. Эти запретные земли находились в изоляции и были как огромная черная дыра. Со своими нынешними способностями, Линь Хуан не хотел рисковать своей жизнью в пропасти. Если бы он мог, то просто бы остался на первом уровне, не переходя на второй, поскольку там слишком много опасных для него существ. Однако, услышав о преимуществах огниво-дьявольского психокинетика, он решил рискнуть. Хоть это и второй уровень, все должно пройти успешно, если я буду следовать координатам, которые мне предоставили. Убью монстра и как можно скорее уберусь оттуда, успокоил себя Линь Хуан. Оставшиеся у него сокрушители богов могут сделать еще по 3-4 выстрела, и Линь Хуан решил на всякий случай их перезарядить. Проведя весь день и половину вечера в подготовке к поездке, закончив, он сразу лег спать. Он понятия не имел, что весь этот день семья я под него копала. Посреди ночи отец, мать и сестра Хуань Хуань, Ялан собрались в семейном читальном зале. Итак, тебе удалось что-нибудь узнать о том парне? Спросила мать. Этот парень слишком хорошо скрывается. В его сетевой истории нет ничего. Он даже никогда не скачивал фильмы для взрослых. А кто в его то возрасте не смотрел этих фильмов? Начал отец, но вдруг поймал на себе яростных взгляд жены, поэтому сменил тему. Кахэм. Это показывает, что парень много чего скрывает. Хоть времени было мало, но люди смогли раскопать лишь основную информацию, что доказывает покровительство мощной организации, которая скрывает его личность. Если бы он был членом союзной организации или престижной семьи, он не стал бы скрывать личность. Неуверительным будет, если он окажется в составе преступной организации, просто нам не удалось выяснить, какой именно. То есть ты хочешь сказать, что тебе не удалось узнать ни черта об этом парне? Мать была недовольна результатами расследования. Не говори так. Как минимум теперь я знаю, что он не заинтересован в нашей Хуань. Хуань, улыбнулся отец. Почему? Спросила мать. Сегодня он купил билет в пропасть в бездну и завтра покинет Бахуан. С широкой улыбкой сказал отец. Он всего лишь красного священного пламени, но идет в пропасть. Сдохнуть решил? Ялан закатила глаза. Высшие гении обычно переоцениваю себя. Разве ты сама, будучи белого священного пламени, не говорила, что хочешь исследовать край пропасти? Отец был менее предвзят по отношению к Линьхуану, когда узнал, что тот не заинтересован в его дочери. Более того, исходя из описания Хуань-Хуань, вряд ли он станет там рисковать своей жизнью. Раз он едет в пропасть, то почему он не сделал это из другого города? Почему он приехал именно в Бахуан? Ялан все еще не могла смириться с тем фактом, что странный человек приблизился к ее сестре. Она даже оборвала миссию посреди ночи, когда увидела фотографию, на которой Хуань-Хуань держала руку этого парня. То, что она сказала утром, было ложью. Я узнал, что в Бахуан он прибыл не специально. Он попал сюда через портал из другой безопасной зоны. Многие люди стали свидетелями того инцидента, связанного с Линьхуаном и Суньба, так что выяснить это было несложно. Из другой безопасной зоны Ялан приподняла бровь. За пределами основных зон есть высшие гении. Портал в Бахуане случайным образом принимал людей из всех основных зон. Помимо этого города, для экономии энергии, люди отправлялись в разные цитадели и операция проводилась лишь раз в день. Порталы в 3М-дивизионе походили на терминалы, которые принимали одновременно отправленных с разных безопасных зон людей. Именно поэтому Бахуан не мог определить, откуда же был отправлен Линьхуан. Услышав сомнения Ялан, отец со всей серьезностью сказал. Ланнер, не стоит оценивать человека по месту его рождения. Есть гении, ничем не уступающие гением основных зон и это совершенно нормально. Ялан молча смотрела в стол, и никто не знал, о чем она думает. Через какое-то время она подняла голову. Я тоже отправлюсь в пропасть, у меня как раз там миссия. Ланнер, пожалуйста, не ищи проблем с этим парнем. В конце концов, он ничего не сделал нашей семье. Не создавай неприятности на ровном месте и не оскорбляй организацию, которая за ним стоит, нахмурилась мать. Не переживай, я не буду создавать проблемы. Просто отправлюсь на миссию и заодно погляжу на этого парня. Ухмыльнулась Ялан Пепе. На 634 и краткой главе до меня вдруг дошло, что телепат это же чтение мыслей, а не телекинез. Глава 630. На следующее утро Линь Хуан выехал из отеля и после завтрака отправился прямиком к терминалу пространственных порталов к пропасти в бездну. Они были расположены вне вместе с обычными порталами на дальние расстояния, но как и в случае с обычными, ими управлял персонал, который каждый день проводил техническое обслуживание. Пространственный портал открывается только в 9 утра, раз в день. Если человек пропустит его, то придется снова покупать билет и возвращаться на следующий день. Когда Линь Хуан прибыл на место, там уже было от 30 до 40 человек. Большая часть из которых завтракали или пили кофе в близлежащих кафе, а некоторые сидели на скамейках и читали новости или общались в соцсетях. Линь Хуан вошел в кафе и, заказав чашку кофе, сел за столик, открыв новости. Вскоре официант принес его напиток. Когда он уже допивал, в кафе вошла молодая девушка лет 20. Увидев Линь Хуана, она ухмыльнулась. Заказав себе кофе, девушка направилась к столику Линь Хуана, который находился под открытым небом. «Привет, тут занято?» — спросила она, встав напротив. «Нет, Линь Хуан был так сильно поглощен чтением новостей, что даже не поднял глаза». Девушка нахмурилась, когда поняла, что на нее даже не взглянули. После минуты молчания она неожиданно заговорила. «А ты не тот парень, который встречается с Я Хуань Хуань». После этого Линь Хуан поднял глаза и взглянул на девушку. Она выглядела лет на 20 и ростом была где-то 170 сантиметров. Длинные ноги, красивое тело, но грудь оказалась маловато. «Ты ошиблась?» — осмотрев ее. Линь Хуан отвел взгляд. «Как так?» — выглядишь точь-в-точь, как тот парень с фото. Воскликнула она и спроецировала фотографию. «Там видно только профиль. Признаю, что в профиль похож, но если сравнишь с моим, то поймешь, что мой куда симпатичнее. Начал заливать Линь Хуан. С тех пор, как вчера опубликовали новость, люди постоянно говорят, что я на него похож. Раздражает. Скажу еще раз. Парень в новостях — не я. Просто профили похожие». Девушка оторопела, будто не ожидала, что Линь Хуан начнет отнекиваться. Она почти уже поверила, что ошиблась, но резко откинула эти мысли. «Это ты, хватит отрицать. Леди, я правда не тот парень. Разве ты не видишь, у нас даже одежда разная?» Продолжал Линь Хуан. «Разная одежда?» Девушка задумалась, после чего она посмотрела на Линь Хуана, а потом на фото, и только после этого до нее дошло, что Линь Хуан дурачится. «Ты же мог переодеться. Думаешь, мне три года. Я уже сказал тебе, я не тот парень из новостей. Что еще ты от меня хочешь?» Линь Хуан развел руками. «Признаешься ты или нет, я знаю, что это ты». Настаивала она. «Веришь ты мне или нет, это не я». Упрямился Линь Хуан. Персонал наконец подал девушке кофе, и она немного успокоилась, а Линь Хуан вернулся к чтению новостей. Сделав глоток кофе, девушка спросила. «Какие у тебя отношения с Я Хуань Хуань?» «Нет никаких отношений, я даже не знаю, кто это». Сухо ответил Линь Хуан, не поднимая глаз. «Хорошо, может ты и правда не тот парень». Девушка наконец сдалась. «Я самого начала об этом твердил. Ничего не могу поделать, если ты мне не веришь». Линь Хуан продолжал читать новости. «Раз ты сказал, что не знаешь Хуань Хуань, это значит, что ты не Ба Хуана. Она, наша маленькая принцесса. Нет в этой цитадели никого, кто бы ее не знал. А даже если кто-то не знает в лицо, то услышав имя, они точно бы что-то вспомнили», продолжала девушка. «Ага, я не отсюда», ответил Линь Хуан. «А зачем ты здесь?» Спросила она. Услышав вопрос, Линь Хуан нахмурился. «Если девушка узнала его по новостям, то должна спрашивать только про Я Хуань Хуань. Ведь в конце концов о маленькой принцессе все заботились, а Линь Хуан лишь непонятный парень, на которого свалилась известность. Однако теперь, когда девушка стала расспрашивать о нем, а не о Хуань Хуань, он насторожился. Мимо проходил, коротко ответил Линь Хуан. «А откуда ты?» «Пробуй угадать», Линь Хуан посмотрел на девушку, пытаясь понять, копала ли она под него. «Вряд ли смогу». «Забудь, если не хочешь отвечать». Она не попала в эту ловушку и сменила тему. «Зачем ты идешь в пропасть?» «Это ты можешь мне рассказать». «Охотиться на огниво», сказал Линь Хуан. «О, я тоже». «Меня зовут Лан Я, давай сформируем команду». Я Лан назвала фальшивое имя и предложила создать команду. «Нет». «Но почему?» «Вдвоем безопаснее». «Я привык делать все само...»